Продолжение следует... 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 Ну, программе, не программе, общему образу, общему замыслу. И, скажем так, настолько вот эта мировоззренческая позиция сильно отличается от того, что мы приняли думать, ну, приняли, ну, наверное, случайно-неслучайный оборот, да, оговорка не случайная. Мы приняли это как основу, систему координат, которая нас делает ущербными по отношению к совершенному пространству. Мы не способны оказались находиться в изначально совершенном пространстве и вот в сотрудничестве, вот в этом потоке. Волею судеб так получилось, мне просто вот выплюнула вот эта структура. И когда я это понял в какой-то момент в своей жизни, там, в 2003 году, вот, и получил этот, скажем так, момент подключения к этой базе данных, вот, поток был настолько мощный, такое вот состояние, вот, да, вот, примерно вот такое, да, какое все зеленое, что несколько лет я буквально не мог вообще даже поговорить ни с кем на эту тему, просто ни с кем, не видел собеседника вокруг, ни одного, с кем можно, и не видел возможности это выразить словами. Как я тогда ее не видел, так я и сейчас ее не вижу словами, то, что, то, о чем пойдет речь, невыразимо вообще. Это, ну, поскольку мы, возможно, это отдельным файлом будут выкладывать, поэтому какие-то базовые вещи я излагаю. И, тем не менее, с этой точки зрения, вот, с этой точки, находясь в цельности, вопросы, которые общепринято считать сложными, неразрешенными, на практике оказалось, что и яйца выделенного не стоит совсем. То есть настолько оказалось все просто, что даже странно себе представить, как большинство, подавляющее большинство людей, этого не замечает. И ближайшие два часа, которые меня отвела Олеся Владная, пойдут в таком режиме. То есть вы можете задавать любые вопросы, любые вопросы. Если это имеет отношение, ну, грубо говоря, ко мне по-честному, да, если я имею этот опыт, если я имею эту компетенцию, посвящение, подключение, я вам с легкостью отвечу, вот, какими вы сложными эти вопросы не казались. Если я не чувствую в себе этой компетенцией, я вам честно скажу, что я не являюсь экспертом в этой области и не знаю. Поищите другого специалиста. Вот, то есть это могут быть вообще любые вопросы. И как личного характера, так и мировоззренческие, так, ну, любые, короче, абсолютно любые вопросы. Я абсолютно честно, как знаю, вам предельно искренне отвечу. Ну, скажите о вашем режиме питания. Режим питания. Значит, будут, возможно, круги такие вот, как начало, начиная с начала, да? Поэтому, особенно те, кто были на предыдущих, ну, скажем так, в моих встречах, или кто-то, что-то, может быть, видел в интернете, или кто-то сам от чего-то догадался, ну, имейте терпение минуту или две, там, и когда я буду в очередной раз прописные вот эти очевидные истины рассказывать, я сейчас отвечу на этот вопрос. Для того, чтобы ориентироваться во Вселенной, человеку изначально вместе с душой, вместе с комплексом, который потом стал его организмом, с элементарем, который он получил при воплощении для выполнения своей жизненной задачи, вот к этой искре Божьей пределом некий комплекс восприятия, который в том числе входит обоняние, осязание, вкусовые рецепторы, тонкоплановые предощущения и много еще чего. Так вот, если ваша рецепторика говорит вам, что вот этот кусок материи является едой, если вы жаждете его съесть, если у вас уделяется свина, если вы хотите, если вам это приятно, ну, в общем, короче, хотите съесть это, то думать о том, насколько это полезно, либо не полезно, совершенно вредно для вас, потому что если вы начнете думать то, к чему нас ведут, вот, рядами и кулонами, думаете, что кушать, там, тра-та-та, то есть, что я хочу сказать, вы находитесь в своеобразном походе, то есть, вас сюда призвали для выполнения определенной задачи, если вы эту задачу выполняете, честно, искренне, с полной самоотдачей, то вам все необходимое на пути уже приготовлено, все необходимое, в том числе и вот этот кусок материи, который вы можете скушать и который вы воспринимаете как еду. Вот в этом пространстве очень много съедобных вещей, очень много, ну, кому-то, допустим, вот тот дубок покажется съедобным, а кому-то нет, возможно, для нас он не съедобен, но если мы предложим этот дубок какому-нибудь организму или гусенице, они скажут, о, за счастье, сейчас заточу. Таким образом, вы обладаете уникальным, только присущим вам комплексом восприятия, если вам этот комплекс, нечто в материальном мире определил как еду, берите и ешьте, не думайте об этом. Есть такое мнение, что, значит, нашими отчасти желаниями, рецепторикой руководят в том числе и паразиты. Это абсолютно правильное утверждение. Но вы имеете тот организм с тем набором одержателей, мытарей, паразитов, всяких существ телесных, нетелесных, там, тараканов и прочих, которые заслуживаете. Вы в той мере лишь исполняете свое предназначение, в которой, ну, наполняетесь благостью. Всю остальную энергию вы сливаете вот этим сущностям. Единственный способ от них избавиться по-настоящему, это вложить всю энергию проживания вот этого момента, который сейчас есть, с полной самоотдачей, с благодарностью и с благостью. Если вы в этот момент начинаете отвлекаться от своего служения и всерьез рассуждать, съедобно ли это, несъедобно ли это, там, пробовать как-то от ума этот вопрос решить. То есть, захотел, скушал, все, питаться как дышать, потянулась рука, положил в рот, пошел дальше, у тебя мозг занят другим. В таком режиме у вас переработается в благость любая пакость, которую вы съели, любая. Если вы смогли это проглотить, значит вы от этого не умрете по факту. Но если вы отравились, если эта вот ваша хотелка оказалась неэкспертной, если вы вот этот, допустим, шашлык захотели, скушали и отравились, то это великое благо будет для вас, потому что в следующий раз, когда вы увидите подобный кусок материи, да, вы его как еду уже не воспримете, у вас будет личный опыт, личный момент проживания того, что вот это несъедобно. Таким образом, допустим, культура потребления пищи, она исходит из прямого проживания вот этих процессов. Съел, прочувствовал на себе, ну, либо ты оказался обесточен и прикован к унитазу или там к больничной койке, да, на какое-то время и лишил себя возможности проживания, вот, ну, какого-то, да. Либо, ну, в любом случае, анализировать это намного значительно вреднее, чем отравиться иногда. То есть, есть еще такой, такой, он из другой немножко, сейчас я мысль закончу, из другой немножко оперы пример, но он отчасти позволяет и вот эту ситуацию понять. Представьте, существует какой-то комплекс имущественный, да, вы его хозяин этого имущественного комплекса. И вы, чтобы у вас не украли что-то, предпринимаете особые там меры безопасности. У вас кругом камеры висят, охрана ходит, там режим пропускной, там саглядота и прочее. И, чтобы вот эту структуру поддерживать, вы в любом случае тратите на это какие-то средства, внимание, средства, в любом случае тратите. Так вот, на практике оказалось, если вот это все снять, существует вероятность, что у вас что-то когда-то украдут. Я допускаю, что это произойдет и, возможно, что-то пропадет или испортится, или там, ну, так далее, да. Но количество ущерба, которое время от времени может случиться, маловероятно, что превысит количество ущерба от осуществления вот этого контроля. То есть вы на контроль попадаете в любом случае. Вы эти деньги выкладываете, 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 выкладываете. И это не избавляет вас от возможности того, что вас украдут. Либо вы свой вот этот имущественный комплекс включаете в какой-то другой поток, цикл, да. Не тратите на это время. Готовитесь к тому, что от вас никуда не денется, а не ваши. То есть это не призыв к такому, знаете, все двери надо знать. К беспечности, да. К беспечности, да. Не призыв. Но задуматься об этом стоит. Когда люди на полном серьезе все свое личное время тратят на обсуждение съедобности, либо несъедобности чего-либо, диеты там. Ну знаете, эта тема сейчас супермодная. Люди часами там погружаются, там вебинары, семинары, книги там. То есть бешеное количество. Все это время они могли бы жить, радоваться жизни полноценно. То есть я из секты вкусноедов, условно. Понимаете? Не сыроедов, не там праноедов, а вкусноедов. Если мне нечто показалось вкусным, съедобным, я это кушаю, наслаждаюсь этой благостью, перерабатываю в чистую энергию. То есть вот. Служение. Что мне дали, то я и кушаю. Если я это могу скушать. Я это не могу скушать, я и не кушаю. Но у меня не выделяются, допустим, слюньки от дрожжевого, допустим, хлеба. Почему не выделяются? Потому что он воняет. То есть как доярка на ферме, да? Которая работает, она к запаху коровьему привыкла. И ей не пахнет. Но когда она садится в автобус, то всем вокруг от нее очень даже пахнет. А ей с собой не пахнет. Так вот, если вы, скажем так, еще не соскочили с дрожжей, просто возьмите дрожжи, разморозьте их, и понюхайте, или попробуйте скушать. Попробуйте ложечкой взять, и чистые вот эти дрожжи. Вы не сможете этого сделать. Также я не могу скушать ничего, что дрожжи содержит. Потому что, ну, уже, некоторое количество времени, уже лет, там, 7. Я за этим следил. Хотя 3 года было достаточно тяжело. Нас настолько плотно подсадили на вот эти все микроорганизмы агрессивные. А что было тяжело? Соскочить, с дрожжей. А зачем вы соскакивали? Ну, хочется есть. Ешьте. Смотрите, как и что. Не хотелось? Не хотелось, или хотелось все-таки есть дрожжевое? То есть вот... Хотелось. 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 Шняк, да? Ну, допустим, возьмем маленького ребенка. Если его не трогать, условно, вообще не трогать, вот как бы давать ему то, что он хочет, когда он хочет, он будет жить в каком-то своем ритме. Он будет вставать, когда ему хочется просыпаться, идти, куда ему хочется, когда ему хочется ходить в туалет, ну, условно, по-большому, по-маленькому, просить кушать и так далее. И когда он устанет, он ляжет и уснет в любом месте, где его застало это желание. Это идеальная форма для подражания, идеальный образ. Что делают с нами? Нас так или иначе дрессируют, да. Прививают нам какие-то циклы, говорят, что нам полезно вставать в одно и то же время. Полезно в одно и то же время принимать пищу. Полезно в одно и то же время то, это. Но если бы мы были в совершенном мире, допустим, как в прекрасной зеленой, жили бы по солнышку все время в одно и то же время. У нас как, помните, в прекрасной... После обеда у нас два часа идет дождь. Да? Все по расписанию. Да, все по расписанию. Тогда, конечно, что пыжится. Но, если вы привыкли, загнали себя в какой-то цикл, привычку, первая опасность, будучи лишены, возможности в этот именно момент принять эту пищу, вы начинаете болеть, страдать и так далее. Это раз. Во-вторых, у вас есть все равно какой-то внутренний цикл, который в любом случае попадает так или иначе в конфликт с этой привычкой. Тут возникает избыточный потенциал, который как раз для тех паразитов. И третье, да, поддержание этой привычки, прививание и поддержание этой привычки само по себе забирает определенное количество энергии, которое тоже имеет определенное адресное назначение. У любой привычки, у любой зависимости всегда есть хозяин, который вот этот избыточный потенциал, вот в этом действии, забирает. Это как наркотическая ломка. Да, да, да. То есть любая зависимость, она сродни наркотической зависимости. Любая. Даже привычка вовремя вставать в одно и то же время. Пищевая тоже. Пищевая, там, все такое прочее. То есть зависимость от определенных. Но, есть определенные привычки вкусовые. Ну, скажем, определенная система вкусовых ощущений, которая прописана нам с детства. То, что нам, допустим, у нас дети, будучи детьми, нам мама давала там омлетик, там колбаску, да, там еще что-то, еще что-то. Сейчас целая индустрия есть вегетарианской колбасы. Я как-то прикалываюсь, да. Ну, смех смехом, да. А конфеты есть вегетарианской колбасе. Конфеты и все прочее. Так я прикалываюсь. Давно забытый вкус счастья для вегетарианцев. Да? Вот помните это счастье в детстве? Там колбаска, там, без жира, там, или с жиром, кому какая больше нравилась. Вот этот вкус, он сродни счастью. И для людей, которые, ну, зависимы от этого, вот это ностальгически, вот эта вегетарианская колбаса, которая и здесь даже продается на фестивале, она, ну, очень даже счастье дает. Прям они точно не хотят кушать мясо, там, замороки у них есть по порту, но вот эти вкусовые ощущения, вот эта вот структура колбасы, там, вот эта консистенция, вот этот запах колбасы и прочее, ощущение вот этой тяжести в желудке после съедения, это все очень-очень, ну, напоминает детство и прочее. Понимаете, о чем речь? Но поедание каких-то вот этих даже, там, продуктов колбасы и прочее, мясо при всем моем не очень таком отношении к поеданию других живых существ, ну, не очень я к этому расположен, хотя, допустим, рыбу или, там, моллюсков я ем иногда. Для чего я могу потом рассказать? Ну, если возникнет... Да, да, да. Я могу... У Кости пришел такой? Нет, могу честно рассказать потом. Ну, скажем так, чтобы не этот потенциал... В ситуациях, когда люди бухают или ширяются, или идут смотреть там какой-нибудь там этот... Или занимаются беспорядочным сексом, когда вот напряг складывается, я в таких случаях беру там кусок рыбы или там каких-то мидий. То есть в таких случаях я отдаю себя чувствую, я хочу не что-нибудь съесть, а кого-нибудь вот этот галах употребить, скажем так, ну, в какой-то легкой форме. То есть мясо я не могу съесть. А вот моллюска, допустим, или кальмара, какого-нибудь могу. И меня как-то попускаются. То есть такой момент осквернения себя, заземления сознательного. А зелень кушаете? Кого? Зелень. Зелень в больших количествах у меня растет. Я кушаю в основном свою зелень. Она живая, как вы считаете? Конечно, живая. То есть все-таки кушаете живое? Да, живое кушаю, да. Убиваю морковь, зелень, там, без пристрастия. Прямо осознанно это делаю. Прямо осознанно это делаю. Нет, вы просто говорили несколько минут назад, что вы живое не едите. Нет, нет, ну, это разные формы. То есть, смотрите, вы можете меня ловить на противоречия, но забегая в конец, я вам могу утвердить, что противоречий в принципе вообще нет. Их в принципе нет. В той ситуации, которую я вам пробую рассказывать, их нет. Более того, возвращаясь к началу, еще раз проговорю. То, что я рассказываю, невыразимо словами. Поэтому те примеры, которые я преимущественно буду говорить на себе, на своем примере, это как бы такие уродливые конструкции слов, которые, единственная задача которых вызвать у вас вот этот потоп понимания и цельности. Просто у меня очень сильно отрезонировало, когда вы вначале сказали, что вы себя считаете частью всего живого. Конечно. Вы же отдаете, что живое не только животное, но и растение. И растение, и микроорганизмы, и все прочее. Так, ну, смотрите, тогда, что касается привычек и еды. Маленький экскурс. Я об этом говорил более подробно там вчера и три дня назад. Смотрите, мир устроен таким образом, я это просто, когда увидел, для меня это было тоже откровением. В нем есть, вот, я многие десятки форм жизни просто вижу. То есть, немножечко раздлинулось вот это, как сказать, с силу определенного навыков, определенного проживания ситуации, родов вспоможения, там, разных выходов, и в том числе, там, эзотерических, там, изысков. Ну, был определенный путь, который позволил мне каким-то образом в определенный момент получить, ну, как это вот, прекрасное зеленое, отключение, да, вот, от привычек. Даже не от привычек. Просто вот эта пелена с мира, в которой я находился многие лета, она в какой-то момент упала. И я увидел, что мы окружены десятками от того, что я вижу, да, десятками, а по факту сотни тысячи, наверное, десятки тысяч форм жизни разумной нас окружают одновременно с нами, и здесь, сейчас, и везде. причем, есть формы жизни разумной, которые другие формы разумной жизни вполне эволюционно, так сложилось, считают для себя съедобными. То есть, как человек считает съедобными, травку там, морковку, там, букашку кого-то, кто-то, какашку, кто-то еще что-то, да? Ну, мы это берем и едим, мы не думаем о том, что это жило только что, что морковь имела планы на будущее там, или там укроп какой-нибудь. Но точно так же и есть формы жизни, которые нас, наш вот этот потенциал, не только плоть, но и наши тонкие, ну, грубо говоря, энергии, воспринимают просто как еду, ничего личного. Допустим, нас очень много лет, уже тысячи лет, разводят грибы в качестве еды. Не мы их, а они нас. Дрожжевые. В том числе и дрожжевые. Вообще, грибы нас разводят в качестве еды. Не то, что они нами питаются, они нас именно разводят. Именно разводят. Большая часть, я не знаю, для кого-то это секрет или нет, большая часть массовых коммуникаций и масс-медиа находится под властью грибов. Культ гриба один из древнейших на земле. Если вы, люди грибам поклоняются многие тысячи лет. То есть, это не так явно, но по факту большая часть, скажем так, европейского сообщества и, ну, не во всем мире так, но очень много, почти весь русский, славянский мир является пищей для грибов. То есть, нам их с детства прививают, они в нас отстраивают внутри нас колонии разумные. Они нам полностью замыкают вот это. То есть, прививается это с детства. То есть, человек рождается все равно незаселенным грибами. Это не может в нас функционировать, мы другие. Но когда человек рождается, он попадает очень быстро над конвейер, ему подселяют все эти грибы, которые внутри его развиваются, но которые без внешней поддержки, информационной и фактической, не могут существовать. Если вы это принимаете, понимаете, какой-то момент, скажем так, аскезы, несмотря на то, что я всех призываю уйти по пути согласия, доверия и проживания ситуаций, есть некоторые моменты, на которые стоит обращать внимание. То есть иногда в каких-то исключительно редких случаях, допустим, как с дрожжами, чтобы в себе воспитать культуру жизни без дрожжей на какое-то время нужно четко в себе запретить это потреблять, потому что другого пути нет. без грибов можно жить. Без грибов можно жить, да. В принципе, без еды можно жить. Без еды тоже можно жить. Человек на определенном уровне зрелости, я про это говорил очень обстоятельно на позапрошлой, это есть выкладки эти, если хотите, можно сегодня еще раз это все проделать. На определенном уровне зрелости человек не нуждается не только в еде, но и в воздухе, и в признании, и в общении, вообще ни в чем не нуждается. То есть, он становится на чистом потоке светящимся существом, которое вот, ну, не нуждается практически ни в чем. Понятно, но вы получаете, что, то есть, мы не должны так резко отказываться, правильно? То есть, программы-то у нас это работают. смотрите, давайте дрожжи разберем до конца. Это, я это не придумал, как я к этому пришел. Когда мне что-то такое открылось, я в себе обнаружил вдруг, увидел, просто увидел десятки ключев, которые меня держат в таком инвалидно-собедном состоянии. Эти ключи можно определить как зависимости. И старательно, сознательно стал постепенно из себя эти ключи вынимать, вот эти зависимости. Отказываться от привычек, последовательно от всех. Отказываться от определенных видов, там, ну, скажем так, игр, заигрывания, там, в определенных процессах. И я это делал и продолжаю по сей день сознательно, то есть избавляюсь от привычек. Моя задача на первом этапе приобрести базовый уровень человекообразия. Что я имею ввиду? Человекообразие, с моей точки зрения, это следование природе человеческого, как бы, существа. Человеческое существо в комплексе, в едином представлении, человек отдельный не является, как бы, ну, самостоятельным персонажем. человечество в целом является единым сознанием, единым персонажем. Если хотите, это вот корявенький пример, опять же, похоже немножечко на то, что вот, вот, допустим, если представить, что человеческий организм, вот который, вот такой, это все человечество в целом, то каждый из нас это калеточка в человеческом организме со своим сознанием, но для которой, безусловно, имеет очень важное значение здоровье организма в целом, и конкретно от этой клеточки оно в большой мере зависит, потому что та же, допустим, раковая опухоль, да, мы все это знаем, проходили, читали, смотрели, все эти строчалки, организм, большой здоровый организм, может убить всего лишь одна клетка, которая отклонилась от плана, да, ну, в рамках организма, от общей цели, да, и она начинает делать, что хочет, условно, делает это эффективно, более эффективно, чем соседние клетки иногда, и в таком случае, несмотря на все попытки организма оккупировать, подавить, она начинает метастазировать, и потом вот эти шматки плоти там пошли, все, все позабивали, человек умирает. Вот сейчас таким метастазирующим организмом является человечество в целом. Да, мы погибли, по сути дела, я вижу, что мы живем в постапокалиптический период, на теле израненном, просто наша земля-матушка имела совершенно другой вид, абсолютно другой вид, другую консистенцию, вообще по-другому все было. до вот этой мировой какой-то глобальной катастрофы, которую даже трудно рассудку представить. И мы являемся разрозненными остатками вот этих великих племен, которые когда-то населяли землю. На сегодняшний день все без шуток. На поверхности земли практически нет воды, пригодной для употребления человеческим организмом, потому что человечество, как вид, формировалось совершенно в другой период, в другую эпоху. И вот за вот эти десятки тысяч лет мы не смогли адаптироваться. Может быть сотни тысяч лет. Не смогли до сих пор. То есть вода, которая на поверхности земли по большей части проистекает, почти непригодна для питья. В силу определенных это не я придумал. я до многих вещей дохожу сам, именно сам, через личный опыт, через видение. А уже потом, чтобы убедиться в том, что я просто не гоню сам себе, находятся так или иначе какие-то подтверждения, выводы, в том числе я буду ссылаться на каких-то ученых. Что касается воды, поизучайте. Есть очень талантливый ученый, который на изучение воды потратил всю жизнь. Друзья, запишите, изучите его труды. Друзья. Да. Вот там все детальнейшим образом написано про воду. И как выходить из этой ситуации. Так вот, мы сейчас отошли от темы, от основной дрожжи, да? Зависимость дрожжи, да. Дрожжи это некое, скажем так, они бывают всяческих разных видов. И естественные дрожжи, они принимают участие во многих процессах, в том числе и в человеческом организме и так далее. То есть вокруг нас они кругом есть. И скажем так, когда была некая поставлена задача отжать от людей какую-то информацию, вывелись, было ли это случайно, или это нарочно было сделано. То есть людей просто подсадили, ну подсадили на употребление вовнутрь, в активной форме симбиозов вот этих дрожжевых культур. В симбиозах не в интересах человека, а в интересах дрожжевых культур. Это отдельный вид жизни, который подселяется в нас, допустим, вы кусок мяса хаваете внутрь, но оно не начинает производить десятки коров. Оно гниет, разлагается, является для патогенной микрофлоры, но в итоге выходит все равно основа. А эти нет, они начинают внутри вас выстраивать колонии, которые начинают замещать естественные микроорганизмы, которые симбиотичны по отношению. И вот начинается этот мостик, начинают вас по сути жрать и генерить вот эту энергию отдавать своему хозяину. Причем сами долго они держаться не могут. Поэтому существует культура употребления вот этих веществ, скажем так, активных веществ, которые поддерживают эти культуры, в том числе сахара, алкоголь, хлеб, квас, кефир, пиво и так далее. То есть это те вещества, которые либо в чистом виде несут уже болтушку из этих эгроорганизмов, либо позволяют выживать более качественно тем, которые уже внутрь вас попали. Если вы их этой лопы лишаете, просто с ноги закрываете эту дверь, все, лишаете их возможности подпитываться, вас в какой-то момент начинают ломки, колбасить жуткие ломки. вам так будет хотеться хлебушка, булочки, кефирчику, это просто, вот я легче в 10 раз бросил пить, курить и разговаривать матом, чем перестать, вот у меня около трех лет такой серьезной пришлось с ними, это не борьба, это, скажем так, постепенно из себя это изживал. И еще через три года, практически по истечении семилетнего цикла, у меня появился нюх, без всяких шуток. Появились какие-то более тонкие ощущения, появилось видение со смещением, то есть я некоторые вещи могу видеть, ну, просто сместив, вот это описано в некоторых традициях, точка сборки, ну, просто немножко расширив восприятие, видеть мир как, ну, без одежды, условно, всякие сущности и прочее, 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 то есть просто для кого-то, может быть, для человека, не обладающего зрением, ну, вот эта лавка не очевидна в помещении, он там сидит в углу, он не знает, есть эта лавка или нет, но если у него зрение есть, он видит вот эту лавку, этот дубок, так вот, поверьте, у вас это тоже все будет со временем, есть десятки, скажем так, степеней расширения, которые позволят вам ориентироваться в пространстве, не обладая никакими там сверхвозможностями, у вас это все есть, просто у вас эти контуры восприятия, они заглушены напрочь, они не функционируют, они, грубо говоря, обслуживают потоки, ну, скажем, как это там, неорганических форм жизни, да, параллельно, вот и все, то есть, грубо говоря, мы как такие фабрики, хотя речь о искоренении людей, как вида, не идет, потому что мы для них формы, они нас разводят, селекционируют и так далее, причем селекционируют очень конкретно, вот эти все, скажем так, комитет 300, и то, кого все боятся, да, это вот результат такой селекции, то есть, для осуществления определенных, ну, полицейских, так, скажем, операций, нужны верные люди, да, и их просто выводят, породы людей, целые рода занимаются обслуживанием, того, чтобы вот это серое быдло, коим мы с вами являемся, ну, исправно генерило эти энергии, там, напоставляло их там, ну, хозяин, то есть, есть обслуживающий персонал, среди людей. Микроорганизм это в 20 раз больше по массе, чем в день. Да, по всему больше, то есть, мы занимаем, вот в идеальном представлении, мы занимаем свое место в общем круговороте, и нас не могут полностью уничтожить, не бойтесь, людей никогда не уничтожат, потому что, если людей уничтожить, материальный мир, в том виде, в котором мы его знаем, тоже уничтожится, его не будет вообще, вот того материального мира, вот, который мы привыкли ощущать, он держится на людском внимании, может быть, вам это утопично, поверить в это, но, задача людей, как вида, как функции, одухотворения, ну, такое своеобразное наполнение, одухотворение процессов, которые происходят в материальном цикле взаимоотношений. Есть масса других циклов, но мы сейчас будем говорить только про вот этот, про вот этот стол, грубо говоря, и вот эта лавка, они, безусловно, существуют для всех вербальных, невербальных, проявленных, непроявленных, материальных, нематериальных сущностей. То есть мы вот в этом цикле сейчас пребываем. Хотя, внутри этой лавки масса жизни, и вовне ее, и ее можно воспринять как пустоту, там, ну, знаете все эти теории, я не буду сейчас на этом. Все это так. Более того, нет противоречий, просто их нет, потому что все, что люди так или иначе сгенерили, или почувствовали, и рассказали, вот все, вот эти книжные развалы, да, которые здесь, и в других местах, там тонны книг, и если это все просто прочитать, с ума сойдешь совершенно точно. То есть там настолько несозвучные друг с другом противоречивые сведения, содержатся, что, ну, просто никто не способен их усвоить. Это такой, тонны, так вот, когда я увидел, какой кавардак творится в том, что принято считать астралом, все, что нагнали по обкурке, придумали, додумали, кому-то что-то приснилось, кто-то что-то там, кому-то, все это, вот эти все комбинации, структура, они все есть. И все книги эти, это чистая правда, то есть, каждая книга основана на реальных событиях, которые происходили в голове автора. То есть это грани одного образа. Понимаете? Там такой абсурд, то есть и с этим нам тоже предстоит разбираться, То есть весь этот бардак постепенно приводить в порядок. То есть каждая книга это реальность? Каждая книга, каждый гон, это реальность. Пьяный бред, это тоже реальность. Даже то, что мы собрались, тоже реальность. Конечно. Хотя для меня это кажется странным. Я рассказываю вам вещи, которые, которые, нет смысла рассказывать. Это вот, грубо говоря, это лавка, она из дерева, у нее там две доски, вот ровным счетом, что я делаю. То есть я вам рассказываю то, что буквально вижу. Вы это все тоже можете видеть еще лучше, чем я, потому что я очень тупорылый. Мне пришлось там много раз умирать подряд, чтобы только поднять, что раз меня земля не берет, то, наверное, есть какой-то другой в этом смысл. То есть и по сей день, я еще в списке живых не включен. Может быть, это кому-то как-то, как покажется, порежет, но я себя не вижу среди живых. То есть я, скажем так, такой, в заграни, я вот речения нахожусь уже много. Среди мертвых тоже не исчезли. Я как там в междумире завидую. А тут получается, что вы избавите от страха, например, что у нас едят клепки, там. Кстати, многие раковые больные выздоравливают. Легко. Легко, без всяких лекарств, без всяких облучений. А людей подтаскивают, давай их им выучать. Суть-то в чем, что вот, регуляция через создание, то есть, например, кроликов столько-то, волков столько-то. Кроликов меньше стало, волков тоже меньше стало. Поэтому нас никто не старается убить. То есть вот грибок. Конечно нет. А вот мы ж уберываем для себя страхом. То есть нет речи о том, что вот сейчас очень много страхов, действительно, вокруг того, что там какой-то заговор существует, там еще что-то. Да, существует. И что? Если я, условно, живая клетка, здоровая, а весь организм, ну, условно, я не говорю, что я живой-здоровый, да? Ну, представим на секунду, что я живая-здоровая клетка. Представим, что я не потерял связь с матрицей, условно, да? С единым замыслом творца. Я понимаю, что мне надо делать. какая мне разница, там, мистерсозирующий организм вокруг меня или нет. У меня есть мембрана, моя, клеточная, с помощью которой я регулирую поток веществ, которые я впускаю в себя, либо не впускаю, отгораживаю. Вот это ровно то, что надо делать. Каждый из нас, всего лишь на все, обязан выстроить свой вот этот микроклеточный взаимобмен энергии с другими клетками. Все. Казалось бы, с одной стороны, это грустно и печально, да? Что вот так все прозаично, что вот никакой романтики нет в нашем пребывании здесь на Земле. С другой стороны, я как клетка наделен всей полнотой, всей полнотой вообще, право решать, как я поступлю с вот этой Вселенной, которая мне дана вместе с комплексом восприятия и возможностью там в ней действовать. То есть, с одной стороны, никакой свободы вообще нет, никакой собственности нет, никакого выбора нет, ничего этого нет. Это как морковка перед осликом. Это то, чему вас научили, и меня в том числе, да? Вот это, свобода, равенство, братство, там, светлое будущее, там, будущего нет, прошлого тоже нет, времени как такового тоже нет, как понятия. То есть, это иллюзорная фикция, которую нам подают, ну, пробуют нас в это включить. Массу механизмов придумали и прочее, чтобы дать нам иллюзию того, что есть время. Так вот, великое откровение, я просто вот это на себе ощутил, завтра не наступит никогда. Никогда не наступит завтра. Сколько бы вы ни надеялись, все время будет сегодня. Это одно из величайших откровений, которые я для себя вот в свое время, когда у меня глаза открылись там, я это понял, и из этого исхожу. есть только миг между прошлым и будущим, именно за него и держит, да? То есть, это похоже, как на круги на воде. Возвращаемся к зависимостям. Зависимость делает нас уязвимыми по отношению к набегающему потоку. То есть, вот это то, что принято считать временем, изменяющаяся реальность, да? Все время трансформирующаяся. Все время есть только вызов, грубо говоря. И прокачивая себя этот поток, преображая его в то, что мы видим. Хорошо, еще раз могу привести этот хороший пример. Он корявый, технократический, но визуализирует немножко то, что происходит. Один человек меня, ну, научил этому. Хороший. Представьте, лампочка. Чистый, божественный, истинный, причистый вот этот свет. Это лампочка. Представьте, некий прибор, проектор. Вот бобины, там пленка какая-то, значит, вот эти линзы, ну, кинопроектор. Это вот наш астрал, ментал, тело там, вот эти все наши. Ну, то, что мы приняли считать собой комплексы, собрятия и прочее. Вот эта пленка, это условно, то, скажем так, время, иллюзорное, да, которое ниоткуда не берется и никуда не девается. Вот так вот. И вот, то, что мы излучаем через вот это все, на чистую, на чистую простынь там, или на экран. Это вот экран, да? Так вот он говорит, лампочка, это чистый дух божий, свет изначальный, предчистый. Вот это все, вот это проектор, это мы, внутри нас этот свет. И окружающий мир, это экран. То, что мы видим вокруг себя, это то, во что я лично преображаю чистый божественный свет. Ничего больше я не вижу другого. Внутри меня, как и внутри каждого из вас, вот эта лампочка искра божья, и трансляция идет вот в этот абсурд и бардак, который делает вас сагбенными, инвалидами. Вы сами его делаете, поддерживаете на плаву. Это очень легко понять, и это очень еще легче перестать это делать. Вот, например, я инвалид, подогрели, да, я состою в обществе слабые людища. Я поддерживаю эту структуру, получаю. Конечно. Получаю пенсию, я зацепился за нее. Вот это и есть поддержка. А когда откажешься от этого, даже вот от пенсии государственных можно отказать. От всего можно отказаться? В принципе, это тоже поддержка для инвалидов. Вот человек должен жить так, как будто он здесь и сейчас, и тогда получается, что пенсия для чего нужна? Для создания людей. Для того, чтобы человек вздох поскорее. Да. Они говорят, что пенсия до 65, до 70, а дальше должен уже ближе к кладбище побежать. То есть это... Я оканчиваю пребывание здесь. Да. Врачи говорят, для чего вы пришли, у вас там это, это, блин, вам уже на кладбище пора. Прямой даже, вот сейчас, многие врачи так говорят. Потому что их так и ничего. Ну, несмотря на это, вот по тому, что я увидел когда-то, я об этом уже третий или четвертый раз рассказываю по этапам взросления, да, и мы, скорее всего, будем фильм про это делать, такой, с яркими примерами, с какими-то ссылками, там, на какие-то писания. То есть, у вас сейчас жизнь только начинается, вы, юноша. Мне 17 лет. Даже не 17 лет. У меня даже песня, а мне 17 лет. Вот, у вас, у вас некоторые вещи еще даже не проработаны на уровне, там, 20-ти летние. То есть, грубо говоря, все это читается, и проживание вовремя, этапы взросления, я не знаю, стоит ли сейчас на них циклиться, или дать вам ссылки, да. Не, не надо, не надо. Дать вам ссылки, вот у Максима Евгеньевича есть исчерпывающая там проповедь, да, на этот, на этот счет, по этапам взросления, она трехчасовая, и там, очень подробно, и на духу, на хорошем таком, на потоке. Все это изложено. На деньги, да? Ну, да, обратитесь, есть. И будет выложено в интернете. Почему я сейчас все это делаю? Честно, да? Сам себе задаю вопрос, да, сейчас, чтобы дать вам честный ответ. У меня есть предощущение выхода на какой-то новый виток, на новый этап, и те вот сейчас вещи, которые мне на сегодняшний день очень интересны, я так всерьез думаю, что через там несколько лет, они для меня потеряют вообще всякий смысл. То есть, то, что там, допустим, там, для меня 10 лет назад было актуально и интересно, для меня сейчас вообще не интересно стало. И вот это то, что сейчас для кого-то из вас интересно, там вы готовы часами слушать вот эти вещи, элементарно простые, хотя ничего нового не говорю. Просто фактологию выворачиваю по-другому. В чем суть того, что я сейчас делаю? Я общаюсь конкретно с вами, у вас есть нечто общее, что вас привело именно сюда. Ищу какие-то понятия, нащупываю, вижу их и пробую их проговаривать. Вызываю у вас такую волну приятия, доверия. Ну, каких-то вещей, с которыми вы готовы согласиться, внутренне, которые у вас отзываются. И потом, выложив это в какую-то нехитрую цепочку, такую, логическую, накормить вот этого таракана, логику эту, взять и и разрушить это все. То есть, систему ценностей, которую нам привили в детстве, что такое хорошо, что такое плохо, необходимо разрушить. Потому что она в корне неверна. Она людей держит в сагбенном состоянии. Если человеку дать возможность проклюнуться один раз, сломать ему вот этот асфальт, и чтобы росточек один раз увидел солнышко, дальше человек уже сам. Сам. Ему не нужен будет никто, никакой поводырь, никакие книги. Никто не нужен. То есть, он уже сам найдет себе вот этот путь. И он вот эту свою матрешку соберет сам. Это надо всего лишь единочь сделать, заранить сомнения. Потому что, если бы эта система ценностей, которые нас обучили, которые нас вписали, была бы верна, мы бы были в адеквате, мы бы могли принимать правильные решения, мы бы были здоровы, счастливы, успешны, богаты, состоятельны, природа вокруг нас бы цвела и пахла. Но раз так не происходит, значит, все наши знания, весь опыт человечества мировой, говорит только о том, как не нужно делать. Более того, у меня есть четкое убеждение и наблюдение, что то, что нам внушили, помните, артефакты какие-то, археологи, история, история, да. То есть, когда человек разумный, природосообразный, стал о себе какие-то оставлять упоминания и следы, это уже было начало деградации, потому что клеточка в организме здоровая, когда отживает, она полностью усваивается организмом, не оставляя никаких следов. если от нее остается что-то, это шлак, который организм портит, понимаете, померз. Да. То есть, по сути дела, все артефакты, самые ранние, болты, которые там находят, там, в каких-то окаменелостях, и всякое такое, говорит, о, там такие были великие цивилизации, так вот, великий и разумный человек не оставляет после себя никаких следов, потому что он не ассоциирует себя как уникальное творение природы, как личность такую неповторимую, да, он, понимая свою индивидуальность, понимая, что у него, только у него в руках находится вот эта опора, на которой держится Вселенная. Она абсолютно уникальна, и на нем лично держится некая функция организма, которая значима для всего организма. Каждый из нас является центром Вселенной. И так устроено, потому что от каждого из нас зависит здоровье организма в целом. Понимаете, какая? Если, если мы периодически не справляемся со своей функцией, организм вынужден нас сподвигнуть на то, чтобы мы все-таки справлялись с ней, если мы все равно это не можем делать, он нас меняет на другую клетку. То есть и кости исчезают. Так все исчезает. То есть в идеале человек разумный, переходя на определенный этап зрелости, вот это светящееся существо, достигая определенного уровня, как клетка в организме. Куда деваются клетки, отжившие в организме? свет. Они в чистый свет переходят. Это малоизученный факт. И так же человек, человек, который правильно реализовал свою миссию на земле, он не остается гнить, он вот так все. То есть он рассеивается, ни дымка, ничего там, может быть, какие-то волоски там остаются, мозоли там какие-то. понетленные мощи. Это отдельная песня, я могу про это рассказать. Это уже якоря. Якоря, да. Это якоря, и есть очень сильные души, очень сильные, которые могут сохранять индивидуальность свою из перевоплощения в перевоплощение. Такие и есть. Но это другого другого порядка существа, которые по сути дела находятся в определенной форме служения. То есть этот уровень аскезы для меня пока что недоступен. Единственная аскеза, которую я на себя принял, вот, это отказ от заработка и проституции в любой форме. Почему я это сделал? Потому что я знаю, кто я такой на самом деле, и я просто боюсь, что, имея те знания, которые у меня сейчас есть, я могу быть супер-мега успешным бизнесменом, по факту могу. Вижу эти взаимосвязи и просто мне захочется Lexus по панасасте там, диски покрасивее там и прочее, прочее, прочее. И опять, то есть, а в пересчете на мою, как бы, вот это вот теперешнее понимание, на личное, то, что вот, грубо говоря, через меня льется, это хуже смерти. То есть я в эти Lexus недолго поиграю, да? Вот и все. Я не исключаю того, что у меня может быть Lexus, ну, если мне кто-нибудь подарит, да? Но и никак иначе. Ну, условно. Я себя не отгораживаю от изобилия. Более того, оно у меня есть, я нахожусь далеко за гранью нужды и страха, далеко за гранью. Я не боюсь. Что, уже подарили? А? Уже подарили. Да нет, просто я на Оке люблю ездить, мне нравится. Ну, без всяких шуток. Мы уже подарили. Ну, хорошо, я вас пользуюсь. Буду ездить на встречу с тобой, Александр. Аура? Как раз есть от живших лет? Аура? Смотрите, искра Божья, она чья? Вот этот чистый Божественный свет, который внутри нее. Ну, она же сказала. Божественный. Едем дальше. Вот это бескрайняя Вселенная за гранью нашего восприятия, которое нам даже представить нечем. Есть нечто, что за пределами нашего восприятия. Мы можем в песочнице себя как угодно представлять, визуализировать, как устроена Вселенная, но есть нечто, что за гранью нашего представления и мерности. Оно чье? Ну, уж точно не наше, да? Хорошо. Почему? Все легко согласились с тем, что вот это, грубо говоря, дирекция единого заказчика обслуживает, да? И был какой-то изначальный, ну, допустим, чтобы визуализировать коряво, визуализировать, что раз нас всех разделили на какие-то уникальные функции, да? был какой-то, какое-то существо, которое, вот, чан стоит с благостью, да, с изначальным божественным святом, вот он зачерпывает оттуда, и каждого из нас заботливо заворачиваясь такую пленочку, ну, такой божий леденец изготавливает. А уже на этот божий леденец потом надевается там комплекс восприятия, приделывание, там, служения какого-то, как вектора там ауры, астралы, менталы там, туловище там, вселенная целая, уже надета на вот это все. Таким образом, вот давайте теперь попробуем понять, где здесь собственность. Вот эта бескрайняя вселенная, ну, условно, Бога, точка вот эта абсолюта, внутри каждого монада там, там, искра Божья, как мне назови, изначальная там. А где здесь я тогда, давайте ползунок отрегулируем. Где моя часть бесконечная вселенная и вся остальная. Я-то часть, да. Я-часть, и значит все остальное тоже как-то подобно нам. Конечно. То есть только иметь какие-то формы более развитые, мини-развитые, мини-развитые. Ну, тогда получается, что может нам принадлежать на самом деле? Только ответственность за себя. за тот вектор, который к нам приделали, за то внимание, которое нам отпущено, за тот поток, который мы обслуживаем. Таким образом, собственность является в чистом виде утопией. Ее как таковой не может быть. То есть это утопическое явление, за которое людей, в том числе, развели, и все войны, катаклизмы, они не вокруг собственности, на самом деле. если вы подумаете и понаблюдаете, они вокруг внимания человеческого. Человеческое внимание является самой главной ценностью. на войне, например, светочили, все тогда очень внимания не к себе, а... конечно. То есть перетягивание, манипуляция, внимания. Собственность это ерунда. Вот эти вот там, грубо говоря, имущественные комплексы, которые так или иначе у каждого, они распределяются по личной силе. Ну, мягко говоря, есть какая-то справедливость. И вот знаете, в какой-нибудь электричке или в метро там, или где-нибудь на лавочке, вот там сатрапы, вот они все раскупили, поделили. А кто делит? Кстати, политинформация. Знаете, строй в России, какой всегда был, есть и будет. И что бы мы не пробовали делать, какие бы социальные эксперименты? Нет. Дедовщина. Как дедовщина? Дедовщина. Правильно. В России и на славянском мире в коренных, там, где не утрачена окончательно связь единственной строй, который может существовать, это дедовщина. Дедовщина. Чтобы мы не пробовали этот социализм, капитализм, коммунизм и любые другие, царизм, все равно так или иначе все распределяется между сильными мужиками. А сильными мужиками рулят и сильные женщины. Но не женщины делят, женщины рулят этим процессом, а силу держат мужики. А сильные в каком смысле? Сильные. В каком смысле? Во всех смыслах. Во всех смыслах. Сила их наделяет возможностью контролировать большие имущественные комплексы и управлять другими людьми менее сильными. и вы если вы подумаете хорошо об этом, то вы увидите как на наших глазах из любого строя все равно получалось бедовщина. Все равно вся власть оказалась сосредоточенной в руках нескольких десятков сильных мужиков и все. А где-то разве не как в России? Где-то не как в России. Есть места где в других местах не как в России. Допустим. Ну есть скажем так условно западный мир там по другому систему. Там законничество. Там все по букве закона происходит. Там это можно прописать. А у нас как не прописывая у нас закон не писан. А мы конечно та же дедовщина а деды просто прикрываются законами. Мне не кажется я просто говорю о вещах которые знают. Там все более грустно дела обстоят. Там напряжение пространства более звенящие по причине того что там менее природосообразности. Там все сковано. Там они пытаются удержать в рамках какого-то определенного порядка. А порядок этот он искусственный. Ну он нам как бы не присущ вот этот порядок. И у нас капитализм не привьется никогда как и другие все формы. Что бы нам не прививали у нас все равно в итоге выйдет дедовщина. Это наиболее для нас естественный способ и уклад бытия. никто вам конкретно вам персонально не мешает стать вот этим сильным мужиком. То есть вы не хотите стать дедом? Как не хочу. Я уже дед. У меня уже внуки. То есть в том смысле что деды делят. Я ушел отречения. Я не могу этим заниматься. То есть я хочу прожить до конца эту ситуацию. То есть я не могу в этом принимать участие. Я не могу на себя записывать никакую собственность и контролировать ее. Но я очень плотно дружу именно дружу по родственному дружу с очень сильными мужиками. С дедами. Очень очень сильными очень влиятельными очень богатыми не только здесь но и за границей. То есть есть мужики которые держат в руках ну очень серьезный процесс. очень я не всех конечно но многих знаю лично лично они меня знают самое главное и я их знаю и мы друг друга видим они смотрят с интересом что у меня получится с интересом вот ну прям с интересом а я смотрю как мы могли бы с ними взаимодействовать на равных правах условно потому что между нами сейчас я Адам между нами пропасть лежит но однако они где-то в глубине души тоже понимают что за этим будущее за новый мировой порядок он принципиально другой чем то что было вот в вот вот последней истории десятки тысяч лет которые мы можем отследить начиная с этих там махабхаров и там великих вот этих переселений и там сотворение мира в звездном краме и все вот это то что мы еще как-то можем вспомнить это уже остатки погиб погибшей цивилизации понимаете да то есть когда уже деградация дошла до своего пика определенного что вы хотели дает ли вам возможность вхождения в такие круги или общение с такими кругами как-то оценить или прокомментировать ситуацию вот Россия Украина вот события в Украине это постановочный сюжет теле телесюжет события на Украине это телешоу глобальная 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 постановка это телешоу ничто иное то что кто-то погиб в результате ну что делать для чего деды не совсем на Украине сошлись вот эти вот дедовщина с уставщиной посмотри по армейским есть уставщина это запад а есть дедовщина это восток условно и они не сходятся есть способ кстати я только что понял только что меня озарило мы только что вот клянусь в армии я когда служил мы нашли способ симбиоза дедовщины и уставщины слушай это круто я только что только что это у меня есть решение то есть когда и структуры все довольны тем и служба идет и при этом люди себя не чувствуют рабами то есть вообще это круто это сейчас вот благодарю вас за это откровение это вы мне его подарили сейчас на потоке вот этот вопрос это круто я это сейчас попробую осмыслить этот результат он кстати поведайте это синдиоз интерес кто служил в армии кто спрашивал я спрашиваю но я не служил я служил в армии прошел через дедовщину не сам конечно а видел как это между солдатами происходит и это выгодно между прочим офицером было что бы не работали устраняется ну struggles как говорят ладно я над этим подумаю в следующий раз расскажу про это сейчас я просто слишком слишком это прям ну понятно нет понятно еще слова не превратил то есть а может вопрос конечно вот по матриархату патриархату да ну матриархат это то что существует патриархат это утопия всего не бывает патриархат это топи нет патриархат утопия матриархат у нас Люди когда-то жили... У нас матриархат. Единственная форма, которая может быть. Матриархат. Патриархат это... Всех родили матери. Нет, подождите, тогда давайте разберемся понятиях вообще. Вот что вы понимаете под патриархатом и матриархатом? Ну так, в двух словах. Главенство мужского начала или главенство женского начала. Так вот, в природе человеческого существа структура, образующим элементом является женщина. Она является главенствующей. И она из мужчины делает либо жуткое чмо, жалкое, либо самца. Грубо говоря, такого проявленного, то есть мужчину, мужа, из которого потом вырастает вот этот светящийся волк. Или не вырастает. А сама эта женщина, давайте еще раз утвержу, это достаточно свежая догадка. Несколько лет ей буквально выросла она из наблюдения за родовыми. Я много лет, вот кто может не знает, я много лет занимаюсь родовспоможением, подготовкой детей к зачатию, к воплощению, ведением беременности, родов, воспитанием. То есть и сотни уже семей прошли перед глазами. Я не помню, кого как зовут, но взгляд всех помню. И ситуации помню, и причина следственной композиции. Все вот это укладывается в определенную картинку. И эта картинка меня привела к выводу, что самое ужасное, что сейчас есть, что делает мир таким, это самоопределяющиеся вот эти женщины в агрессивно-защитном состоянии. Женщина, да, женщина не может быть без парничка вообще. В нормальном сообществе, природосообразном, женщина, девочка, как функция рождается, конструирует в себе организм, выходит из сериала матери и попадает под опеку отца. Ну и матери, разумеется, да. И она там растет, получает весь комплекс навыков и знаний для самостоятельной жизни. И потом, когда она становится половозрелой, ее одухотворяют беременностью, то есть ее, грубо говоря, да, к ней приходит ребенок на полевую структуру, она включается, становится излучать этот вот... В этот момент старшие главы рода, отец и там мужики, да, женщины, советуются, как лучше эту женщину. Они же знают, кто она уже, чего. И формируют ей некую среду, в которой она может общаться под контролем старших. Ну, выбрать себе мужа. Она себе выбирает мужа сама. Не муж ее, а она себе выбирает мужа. Родители соглашаются с этим. Это еще даже в ведах описано. Это уже когда все рухнуло, и то в ведических писаниях еще остатки этого были. Своим варой и прочее там, смотрины. То есть это остатки культуры нам этой доступны. Это я уже потом нашел в ведах, когда уже догадался. И отец ее из рук в руки, из парничка в парничок, передает под опеку мужа. Женщина в этом муже растворяется полностью, отдается ему без остатка. По сути дела, становится его структурным подразделением. Он ее закукливает полностью. И они становятся как бы единой ячейкой. К ним приходят учителя, детки. Происходит там 15-20-30 лет, в зависимости сколько детей. Период обучения. И потом, после того, как контракт исчерпан, последний ребенок становится половозрелым. Мальчик уходит в самостоятельное плавание. Девочка замуж. У них контракт иссякает. И женщина, будучи уже посвященной ведающей матери, следующий этап из-за мужа переходит на прямой поток к Богу. Предается Богу. Становится ведущей матери. Это следующий уровень посвящения. Когда уже внуки у нее выросли, ну, до определенной степени, она уже уходит в такое отречение. И такое отречение, оказывается, описано в ведах. По достижении определенного уровня сознания, женщины уходили, вот, ну, предавались Богу. Да. А Владимира Пятибрата вы читали? Я его лично знаю. Пятибрата достаточно такой человек неоднозначный и одержимый там определенными идеями. Я не слишком хорошо знаком с его творчеством, но с ним лично знаком. Не изучал, не читал. Я его лично знаю, причем очень давно. Я, например, понимаю, то есть, как бы, на протяжении пятнадцати лет, когда девочка перешла к мужу, она вся уходит в детей, да? Не в детей. Она уходит в свое служение, то есть, она, смотрите, первые пятнадцать лет, двенадцать, тринадцать, четырнадцать лет, она делает, что хочет, родители за ней смотрят, и, ну, условно, да, одновременно она впитывает весь цикл жизнеобеспечения внутри кокона. Дом, быт, обустройство, одухотворение, хранение очага, там, все прочее. То есть, впитывает уклад, учится тому, чтобы перейти в дом мужа, который для нее это, условно, создал, и там все наполнить. Это же она придет в дом холостяка, и там вот этот уклад воспроизведет. Но, помимо этого, у нее есть служение, и она может, ну, как у каждого из нас, обслуживание потока. И она мужа себе выбирает, как паровоз. То есть, она смотрит, кто куда едет. Женщина может выйти замуж только за определившегося, состоявшегося мужчину. Не за юнца, никогда. Только за состоявшегося, определившегося мужчину, который уже утвердился в понятиях, утвердился в жизни, выстроил свой комплекс жизнеобеспечения, достиг определенного уважения в обществе. Только тогда он может быть допущен к этой женщине. Потому что отец нормальный не допустит какого-нибудь дервиша непонятного до своей дочки. Он только допустит человека разумного, который уже, понимаешь, с которым она не будет нуждаться. Понимаешь? И она выбирает себе мужа сообразно своему служению, как паровозик. Чтобы у них векторы не в разные стороны были. Садится на него и едет дальше по жизни. А дети к ним приходят как учителя, никак иначе. То есть фактически они должны заниматься чем-то... Она занимается своим служением, живет. Поэтапно дети ее обучают. Но они с мужем должны чем-то рядом стоящим заниматься. Да, да. То есть у них какая-то форма служения общая. Если они будут то в лес, то под рова, то это не семья получится. То есть они обслуживают единый, скажем так, поток. В идеале, в идеале. То есть это не то, что вот сейчас вот так должно быть. Ты должен под меня весь перестроиться или я под тебя. Нет. Но вот идеальную картинку я вам рисую, чтобы вы четко видели ориентир, куда идти. И если вы являетесь добросовестными учениками, следующий уровень посвящения для вас, ну грубо говоря, перед вами вся вселенная распахнется. Вам дают детей одного, второго, третьего, пятого, десятого, двадцатого. В зависимости от вашей мощи. То есть ведь каждый ребенок это целая вселенная. И пока он у вас зреет под колпаком, все возможности этой вселенной, в том числе и материальные, и циклы вот этих взаимоотношений, они все вам доступны. Это для вас гигантские возможности для построения вот этого кластера своего. И дети вам это дают. Просто без... Ну они для этого рождены. Первые 12 лет вас делают счастливыми. Вы им передаете какое-то там свое знание, ну то, что вы умеете, да? Передаете им уклад, культуру и так далее. То есть прививаете им определенные социальные навыки, общение. То есть обеспечиваете, чтобы они могли в вашем имущественном вот этом цикле в комплексе вырасти. Чтобы их там... Ну фактически я призываю всех к тому, что когда у вас начинаются дети, вы вынуждены из города уже уйти на землю. Это вынужденная мера. В городе не могут дети находиться. Ну никак. И соответственно вы принимаете на себя этот уровень аскезы, и на какое-то время переселяетесь. Но в этот момент у мужа уже есть уважение, цикл жизнеобеспечения, связи, бизнес там. Ну все. То есть он уже состоявшийся, состоятельный человек. Уважаемый. Это примерно возраст 22 до 25-27 лет. Ну условно. У всех по-разному. Разный уровень. Как бы таланты. Таланты. Но если человек изначально, с детства, мальчик себе не изменяет, и если родители ему дают возможность двигаться в соответствии со своим предназначением, то у него все складывается идеально хорошо. То есть он является востребованным специалистом, либо в какой-то системе кластерной уже в каком-то сообществе, да? Ну мастером условно, да? Ну в кавычках пока мастером. Потому что настоящим мастером человек начинает становиться уже после того, как у него внуки начали подрастать. Он выходит на пенсию, да? И делает там что захочет. Может сыграть в ящик за 15 лет, а может стать светящимся вот таким вот волхвом, которому просто за счастье будет причаститься или там узнательным за счастьем. То есть многие из нас не знают, что такие люди есть вообще. И что... Как женщина становится ведущей матерью? Что она в это время делает? Проходит обучение, посвящение. У нее приходят к ней учителя, дети. Она им дает то, что у нее есть, женская вот эта вот радость материнства свою реализует. Радость. Они у нее впитывают, дают ей свое благость, сопричастие с потоком. Подправляют ее сложившуюся инвалидность, делают ее более счастливой. И она через детей приобретает определенные компетенции. И выдавая дочек, сыночков, там, грубо говоря, провожая их путь, проходит все этапы вместе с ними по второму кругу. Свои какие-то ошибки отрабатывает и прочее. Подправляет себя. И к моменту, когда у нее дочка последняя выходит замуж, она как бы, ну, то есть, ну, что ей, свободна, полностью свободна от жизненного своего вот этого, но обязательная программа закончилась, начинается произвольно. То есть, делай, что хочешь. То есть, она... Как бы она закончилась? Ну, по сути дела, да. То есть, она выходит из цикла вот этих отношений. То есть, никому ничего не должна. И эта степень такая, понимаете, служение уже совершенно другая. Что бы она дальше ни делала, это уже другая форма взаимодействия с Абсолютом. Сейчас вопрос, можно ли? Конечно. Вот сейчас многие молодые, в том числе мой сын, живут в гражданском браке. Понимаешь? Вот сейчас, можно это сказать, в нашем мире не было. Что ты вот видишь в этом? Я ему не могу сказать, что иди в ЗАГС, там, как бы, что в нашем возрасте. Ну, что зависит от ЗАГСа, я не знаю. Допустим, мы с Наташей до четвертого ребенка жили в гражданском браке, потом пошли, расписали, ждали каких-то изменений, видимых, их не наступило вообще. Потом, через какое-то время повенчались, там, тоже никаких изменений, видимых, не наступило. То есть, ну, то есть, все это игра разума, на самом деле. А разума или система, которая у нас как будто бы... Короче, есть такая мудрость, с которой браки заключаются на небесах, да? То есть, вот эти союзы, это, как правило, действия третьей силы. Третьей силы, которая уже является, как бы, мать становится одержимой, в какой-то мере, ребенком. Который мощнее, чем все ее тараканы, там, и который выводит на зачатие мать. Как правило. Иногда бывает по-другому, но, как правило, я вижу чаще всего такой развод. Что сначала мать беременеет, а потом вокруг нее все выстраивается и приводит ее к зачатию. Более того, я сегодня выхватил эту структуру в образе. И я увидел, что большинство женщин на сегодняшний день, к моему глубокому прискорбию, зачато, оплодотворено насильственным способом. Они настолько врыкаются этому, настолько противопоставляют себя, не хотят быть матерями. У них наступает компетенция такая, начинают матка фонить, а вся рассудочная часть этому противодействует, начинают анализировать. И в результате это приводит к тому, что зачатие в большинстве случаев является следствием насилия. Даже если это по любви. И когда вас изнасиловали, даже любимый человек изнасиловал, то что дальше? Дальше такие же роды, дальше такое же. Все это вот сегодня буквально мы общались с... Ну, в общем, я же и частный, как бы, прием веду днем и ночью, да? И я вдруг это увидел. И вдруг я увидел это не только у той женщины, у которой вот... Ну, вот я увидел это. Я увидел, что это у большинства женщин это присутствует. Можно добавить? В той или иной мере, а? Саш, можно добавить? Вот мы, потому что у нас анализировали, мы все дети любви, зачатие по любви, понимаешь? Не насильные, а по любви вот анализировали. Ну, вот, видимо, результат того, что вы по любви зачались, вас выпихнуло из вот этого социума. То есть вы, грубо говоря, сборище неудачников, который этот социум отторг от себя. И вы здесь сбились, и оказалось, что по факту, да, вы дети любви, уникальные какие-то, которые проскочили между вот этого, вот этих насильственных этих самых, у вас, вам посчастливилось, и вы вышли на какой-то новый уровень. По сути дела, да, у людей, представьте, какие проблемы по жизни у нас, у всех, по большому счету, да? Ну, к сожалению, с этим придется согласиться и дальше жить. Если я себя в какой-то момент осознал, как живущий в оккупированной, на оккупированной планете, размаженной, да, с размаженной башкой, да, планета наша, полностью исковерканная, сейчас в ужасном состоянии, да? Она сейчас постепенно в себя только начинает приходить. Сколько там миллионов лет уйдет, еще неизвестно, на то, чтобы ее, ну, вот рано эти залечить. Мы живем в оккупированной стране, мы живем в период хаоса и смятения, смутные времена, когда мировой порядок, старый, основанный на страхе и принуждении насилия, отходит, сдает позиции, вступает в более конструктивный совершенно мировой порядок. То есть новый мировой порядок устроен на личном интересе. Сильные меры сего, те, кто руководят, пробуют руководить процессами, поняли, что через личный интерес, при наличии определенных коммуникаций, руководить людей, таскать, морковки эти развешивать, значительно эффективнее, чем топором махать. Потому что на осуществление мер принуждения и наказания входят очень большие ресурсы, которые, ну, большие ресурсы. А изготовление жупелов там различных, да, там морковок и там каких-то сказок, да, ширм, в которые люди в эти игрушки начинают совершенно легко и радостно играться, тем, ну, поставлять энергию там с двойной силой, да, вот. Ну, легче, дешевле. Причем фишка еще в том, что люди, оказывается, то есть я опять же это увидел сам на себе и на многих других, оказывается, люди не меняются вообще в течение жизни. Оказывается, это известно многие тысячи лет, а нам-то, нас-то приучили к другому, нас научили, что можно что-то изменить, ничего нельзя изменить. То есть вы как, какой родились, такой пригодились, условно, да, каждый человек с индивидуальным предназначением своим, уникальным, и ничего из этой лодки нельзя не выкинуть, не втащить обратно. Можно только внутри нее перекладывать какие-то предметы, ну, кирпичи там, то есть, ну, ничего не выкинешь, тебе это обратно положить. В каких-то уникальных ситуациях с родни, близких к смерти, можно получить шанс перерождения. То есть что-то там еще дополучить оттуда, с той стороны. Но это исключительно редкий случай, который, ну, выпадает... Ну, что, духовное изменение было? Ну, да, я видел такие эпизоды, то есть, знаю, что это бывает. Но это исключительно редкий случай. Как правило, люди не меняются в течение жизни, меняется мотивация, меняется... Но, что я хочу сказать, это не только же я понял, это же поняли многие другие, в результате тысячи, миллионов лет наблюдений. Таким образом, если вы для определенного психотипа изготовите определенный, как бы, такой импульс, на который он поведется, ну, сочинили сказочку, люди в нее поверили и ради этой сказочки пошли, допустим, ну, делать все вместе хором одно и то же. И тогда можно очень четко вывести словесные посылы, формулировки, на которые те люди будут вставать и делать то, что нужно. Прямо кором, как один. Вот одних собрали на грозочку, сделали другую сказочку, раз, других собрали, третьих, пятых, десятых. И вот эта виноградная гроздочка, то есть она уже через систему определенных ретрансляторов, у каждой сказочки есть какой-то проводник, то есть некое доверенное лицо, которое транслирует, вещает. И все. И то есть, грубо говоря, вот, ну, далеко ходить не надо, МММ, Бозина, допустим. Чем мне сказочка? Источник непосредственно власти. Кто на нее крючканулся? Определенного люди склада. Определенного склада люди. И вот к вам ключик нашли, допустим, да? И в любой момент, в следующий момент, будет это Бозина, не Бозина, то есть вы в следующий раз опять так же себя поведете. Потому что вы ничего другого не можете, вы такой человек, понимаете? То есть это не плохо, не хорошо. И на самом деле это не зло. Не глобальное мировое зло. Это просто нашли ключик к определенной системе ценностной, людской. И через это происходит оптимизация распределения ресурсов. Это выбор здесь? Ну, выбор не выбор. Выбор мы делали на... там еще. До рождения. Да, до рождения. Тогда был выбор, сейчас его нет. И там-то был ли там по большому счету выбор или по разнарядке мы сюда пришли, мы толком же тоже не знаем. Тогда и жалеть не о чем, если я что-то потерял, я ничего не потерял. Ничего вы не потеряли, только приобрели. Вы просто, да, вы вписали себе в определенную структуру, и в этом ничего плохого нет. Точно так же пробуют... Президенту написал, Путину написал. Точно так же пробуют сейчас подобрать ключи к среде вот звенящих кедров, точно так же там к трезвенникам пробуют ключи подобрать. И ко всем так или иначе сложившимся сообществам. То есть в этом никакого нету злого умысла, это поиск оптимальных решений, перераспределение ресурсных там и так далее. Поскольку об... еще раз говорю, об устранении людей как вида речь вообще не идет. Это была сказка на ночь для тех, кто... вот эти, помните, негритята. Такие вот... нам всем в детстве показали картинку с негритятами, вот такими высохшими, такие вот негритята умирающие сидят. Пузо, да, палое пузо, кости, дистрофики. И вот это такой проявленный образ, значит, для разрядки. Летит Дед Мороз над Африкой и видит вот этих самых негритят. И они такие, там, Санта-Клаус или там, Дед Мороз, дай нам подарочки, дай нам покушать. Он говорит, Санта-Клаус дает подарки только тем деточкам, которые хорошо кушают. То есть вот этот образ умирающего негритенка от голоса, это... Я не знаю, от чего они там умирали, может быть, это была какая-то болезнь страшная в Эфиопии, да, не знаю. Их приучили есть. Так смотрите, во Вселенной никто от голода не умирает, вообще это нонсенс. Никто не умирает от голода, нет людей, которые умирают от голода, просто нету. Человеческий кластер взаимоотношений, он так выстроен со Вселенной, никто не умирает от голода, нет таких людей. Это только надо людей загнать за забор и отрезать. Это только искусственно можно организовать. И то, можно всегда перейти на цикл... Не едет. Марк. Да. Пронаедение. Страх убивает людей, а не голод. То есть если мы завтра перестанем действовать? Нет, тогда вы умрете. Тогда вы умрете, да. Потому что у вас программа не изменена. Программа не изменена. Значит, смотрите, по поводу пронаедения. Один мой друг на личном опыте, он, кстати, здесь, на личном опыте пришел к тем же выводам, что и я пришел. То есть мы с ним сошлись один в один. Только он пронаедил несколько месяцев, ничего не ел и не пил, а я нет. Но выводы у нас абсолютно одинаковые. То, что пища нужна зреющему человеку, зреющему, когда вот период созревания. До 30 лет. Ну, условно, да. До 27, до 20, там. Потом, постепенно он от нее отказывается. И нужна еще пища, как, ну как, на холостых оборотах, чтобы человек не умер. Ему надо загрузить организм какой-то деятельностью, чтобы организм не умер. Потому что тело, основное качество тела, это деяние. Нет деяния, нет потока энергии. Нету силы, нет энергии. Значит, когда нет деяния, нет энергии, когда есть отток еще там наскакал, значит, нужно в топку что-то закидывать, чтобы вот этот организм на холостых что-то масло, масло, масло. Живой пример. Когда вы чем-то увлечены, есть не хочется. Вы можете сутками не есть и не спать, если вы чем-то заняты. Я лично несколько недель не ел и не спал. Причем не собирался этого делать совершенно. Ну вот, так было, некогда было. Вообще просто... Несколько недель? Недель не спали? Несколько недель не ел и не спал, не раз. И не пил. Где-то 52 дня не ел. И не пил. Но я был это время так занят, что у меня не было задачи не есть. Я просто некогда было присесть. Ни днем, ни ночью. Я был занят до такой степени. А это было во время одного из фестивалей восхождения. Когда приехало там около пяти там с лишним тысяч человек. А я был один. Один просто. Не было никого доверенного. Какие-то люди вызвались помогать. Но их приходилось все время инструктировать и ими управлять. Потому что они не были... Вы задождены? Вовлечены. Это был какой-то там может быть 11-12 год. Дождены подождены? Ну, в общем, я просто несколько недель не ел и не пил. И не спал. Вот на таком... На потоке на таком. Получается, вы эти программы к 1-8 убрали? Ну, просто я об этом не думал. Да вы не думали, они отлетели. Вот. Забыл. Так вот. Забыл, да. А Андрей к этим же выводам пришел через праноедение. Он уехал там в экзотическую страну, в Таиланд. И там несколько месяцев ничего не ел. Вот. И он к таким же выводам пришел, что пища нужна для того, чтобы не сдохнуть. Ну, не для того, чтобы питать организм, а для того, чтобы обеспечить его нагрузкой, чтобы он был чем-то занят. Вот и все. То есть на период созревания нужна сначала сися, потом плотная пища. Потом, как Задорнов, я тут буквально недавно, у Задорнова одна из его проповедей. И он говорит, почему у людей зубы выпадают в определенном возрасте? Чтобы меньше жрали. А они, говорит, вставляют опять зубы и жрут. То есть так мне понравилось это, то есть я вдруг не ищусь. Да, отлично, да. То есть фактически в определенном возрасте по достижении определенного статуса и кондиции человек перестает нуждаться в еде. Естественным образом. Он переходит на другие потоки. Он говорит, что у нас три ряда зубов, и после 80 лет это, конечно, много зубов. 50, 70, 80, у всех по-разному. По мере необходимости это, по мере личной силы. То есть это этап настает, зубы отрастают. Этап настает, зубы отрастают. Да, Александр. И все-таки вот ответьте на тот вопрос, на который вы очень хорошо начали отвечать, по поводу питания, зависимости и дрожжей. Возвращаемся к дрожжам. Дрожжи являются порождением определенной структуры, не материальной части, но у которой есть видимая часть. Это мицелий, грибницы и вот это все, что проявлено. Это очень интеллектуальные структуры, очень высокоразвитые, которые по многим позициям, параметрам, допустим, по полноте восприятия, во много превосходят нас. То есть сущности нет? Это не сущности, это другая форма жизни просто. То есть форма жизни. И в какой-то момент человечество перестало осуществлять. То есть единственный способ, вот сразу ключ давайте с конца, ключ к избавлению от всех форм зависимости, это преданное служение своему предназначению. Днем и ночью нагружать надо сверх, сверх всякой меры, сверх своей возможности. То есть единственный способ, нет, преследование своему предназначению. Избавляет человека прокачка потока сверх меры. То есть с одной стороны у вас всегда возможность существует, что у вас выбьет пробки. Ну пробки выбьет, да, то есть сгореть можно. Сгорел на работе, знаете, да? Да, да, да. Сжечь организм. С другой стороны, если вы не будете себя нагружать сверх меры, у вас не будет развиваться. Это не значит, что вы должны нагружать себя штангой или еще что-то. Рыжок темноте. Надо, надо, чтобы вы могли днем и ночью, 24 часа в сутки, находясь в цельности, реализовывать свой вот этот потенциал. Это очень трудно представить от ума, от мозгов. Но я сейчас четвертый или пятый раз за сегодняшний день могу эти этапы пересказать. Ну, грубо говоря, как избавиться. То есть возвращаемся к дрожжам, да? Вообще к работе с зависимостью. То есть, дрожжам, ты скажешь, пример, как бы. Значит, все зависимости, все тараканы, все паразиты, все глисты и прочая хрень от вас отваливаются, когда им перестает хватать еды. Это может быть в двух случаях. Либо вы умерли. Ну, в трех. Есть эффективный способ избавления от зависимости. Это ослабление жизненного потока. То есть, этим пользуются в дурдомах. То есть, делают из человека кактус. Он перестает вот это пропускать через себя жизненную энергию. И сущности от него отказываются. Он не вкусный для них. И он вроде бы так раз воспрялся, с ним можно общаться и прочее. Понимаете, да? Это психиатрия этим занимается, условно. Либо вы, наоборот, себя нагружаете служением, чистым служением. Через вас вот этот поток фонтанирует. Вы его полностью вкладываете в деяние. И таким образом для паразитов ничего не остается. Вот. Но чтобы к этому прийти, нужно базовый уровень, скажем так, да? Алкогольная зависимость, там, дрожжевая, пищевая. Там, какие еще зависимости есть, да? И полно все. Полно, да? Вот такие явные, да? От мнения окружающих мощная зависимость. Мощнейшая зависимость. Мощнейшая зависимость. Я же король, меня никто не видел, да? Вот. То есть, грубо говоря, мнение окружающих, это помощнее дрожжей еще зависимость. То есть, мы все себя так или иначе прихорашиваем. Позиционируем. Позиционируем, мы принесем свой образ. Это очень важный момент. Надо научиться представлять из себя то, что вы являете на самом деле. Я вот этому научился. Вот то, что вы перед собой видите, это уже четвертый или пятый раз сегодня раз говорю. Это мой естественный внешний вид. Абсолютно естественный. Я не стригусь, не броюсь, башку не мою, мылом не пользуюсь практически. Если только я в машине не покорился, у меня есть зависимость от технократических штучек. Нравится мне в машине поковыряться, по локусу. Ну, нравится, не могу ничего с этим пока поделать. Я обрастаю все время каким-нибудь автохламом, который надо чинить. Слюни текут. Ну, как, конечно, приходит отмывать, щеточки, порошочки. А то когда ярко будет пахнуть, да? Но ни в каких других случаях я моющими средствами не пользуюсь. Труднее всего было соскочить с шампуня, с моющих средств. То есть башка чесалась очень сильно, воняла. Перхоть, шелупонь разная. И это достаточно долго проходило. Сейчас это полностью прошло. И вы видите, что я башку не мыл уже чуть ли не... Ну, больше полгода. И вполне себе там нормально выглядело. И не воняю, можете понюхать. Ты огурцом пахнул? Огурцом. Но я огурец ел, поэтому пахнул огурцом. Ел по какашку, пахнет по какашку. У меня жена у меня это дно. А ей говорят, а ты пахнешь этим огурцами или арбулем? Она говорит, где они его? Ну, в общем, мой естественный запах кому-то отвратителен. И, скорее всего, у нас с этими людьми мало общего, да? Так это вы понимаете. А кому-то он приятен и притягателен. Соответственно, таким образом вы выходите на честность по отношению к себе и по отношению к своему окружению. Это легко понять, да? То есть вы отпугиваете своим естественным внешним видом от себя всех, кто вам не подобен. А наоборот, в образовавшееся пространство притягиваете к себе тех, кто вас готов любить и воспринимать таким, какой вы ездите. А если вы пользуетесь парфюмом, вы обманываете и себя, и другим. Так же, как и косметика. Косметика, парфюм. На личину намазали и замаскировали. Я рекомендую всем отказаться, как от вида практики, от зеркал вообще. То есть не глядеться в зеркало ни при каких обстоятельствах. И от всех видов при украшении себя. То есть вы можете себя приводить в порядок, руководствуясь только мнением близкого человека. Мужа, жены, мама, дочки неопосредственно через зеркало. Причувствоваться как утраку, да? Ну я так причесываю. Как взял в пятерний раз? Ну я так делаю. Не, расческа у меня есть. Я сегодня вот каюсь. Каюсь перед тем, как сюда прийти, причесался. Валялся, валялся. Значит, мнение окружающих еще не воспринимает. Пробовал поспать. Даже дело не в мнении окружающих. Мне хотелось как бы мысли в порядок привести. Я почувствовал, что это упорядочит. Хотя утром, перед утой непроповедью я причесывался, не расческая опроса. А можно вопрос? Ну если это персо... Да. Все-таки ты ведь не мечтал, что ты будешь заниматься родовспоможением? Ни в коем случае. А зачем мечтать? А оно как-то у тебя так получилось? Получилось, да. То есть, более того, я считаю это наказанием. Почему? Я к этому отношусь как к наказанию. И никому никогда не рекомендую этим заниматься. Спасибо. То есть, одно дело, муж у своей жены принимает роды, и это наполняет благостью, это одухотворяет, это интимный процесс. А другое дело, вы вынуждены у других людей. Это через воздействие на ребенка получается? Давайте опять... Так, сейчас мы давайте вот этот номер проскочим и вернемся к зависимостям. Это более важный сегодня момент, да? Да, да, да. Смотрите, родовспоможение является продолжением акта зачатия. По сути дела, это групповой секс. Да, да, да. Я человек с пятью детьми, с женой, абсолютно верный своей жене, да? Ну, на сегодняшний день. Я не исключаю ничего в будущем, но на сегодняшний день у нас более чем десятилетний, скажем так. Мы друг в друге родились уже, полностью все наши клетки. Можно ребеночка забрать, а? Блин. Можно? Мне нравится. Да, Амир намного меня мощнее. В разы, то есть у меня нет шансов с ним оттягаться. Пока. По факту. Вот. Часто. Получается, три в одном есть. Родовспоможение. Ну, вы поняли теперь, это абсолютно неблагодарная деятельность. Помощь, она нужна еще пока. Ну, пока еще нужна, поэтому я на это иду. Но дыры от родовспомножения, от каждого вот этого процесса, они вот такие дыры, там, как изгалчиваются. Понимаешь, я после некоторых, у меня, у меня персональный. Я так, так затрачиваю сильно, что потока, естественно, ну, не получается. То есть я за счет семьи, там, добираю, там, условно, понимаешь? То есть это наше, как бы, общее служение. Моем, моей жены, моих детей. Но оно в прямом смысле не компенсируется. То есть у меня суставы начали болеть очень сильно. Чем при интенсивном родовспоможении, вот, физика не выдерживает. Начинают суставы забиваться. Начинают потом в руках, в ногах, судороги начинаются. Прям вот, ну, не могу. Ну, а ты потом им объясняешь, что, как зачали, так и рожайте. Я это объясняю теперь, я сейчас пошел другим путем. Я выбираю девочек, но, как правило, этим девочкам уже, там, 25, 7, 28 лет, там, ну, ближе к 30. Те, которые уже отчаивались своим путем выйти замуж, это уже закоренелые такие в агрессивно-защитном состоянии девки. Но которые еще вот эту связь не потеряли. И мы их выдергиваем из контекста, помещаем в парничок, расслабляем, воспитываем, выдаем замуж. И от них уже имеем детей. Вот это, да, реальный путь пока, который я для себя вижу. Когда ко мне уже пары приезжают, уже иногда поздно пить баржан. То есть, ну, мы все равно стараемся компенсировать, что-то дополнить, как-то их переквалифицировать. Но, как правило, уже поздно, как правило, уже изнасилование произошло. И уже там, ну, в любом случае, иногда приходится просто народу ехать, потому что, ну, у них компетенции не хватает. То есть, я эти вещи каким-то образом вижу, прям в образе четко. И, как правило, народу, если попадаю, то я там, ну, очень необходим. А если я там очень не необходим, то я туда не попадаю, руковожу этим процессом по телефону, или через скайп, или еще как-то нибудь. Вот, то есть, но при этом, с момента погружения, то есть, каким-то чудом удается этот поток выхватить из всего остального. И рассказывать именно то, что сейчас людям необходимо слышать. Как это происходит, я не знаю. Был очень смешной случай, ну, такой, когда я готовил девочку, мы достигла соглашения, она к нам должна была приехать рожать, а она без мужа. И она поехала в Брянск в квартире ремонт сделать. А мы договорились, что она ко мне. Говорит, ну, я сейчас ремонт сделаю. Ну, как всегда, ремонт, он растянулся. Я уже чувствую, она не приедет. Все. В очередной момент она мне звонит, Саша, я не приеду. Я говорю, что такое? Она говорит, у меня схватки, а у нее восемь с половиной. То есть, я собиралась ехать, но уже все, уже пробка отошла. Я говорю, что делать? Она говорит, езжай в роддом. Нет, я в роддом не поеду. Я говорю, тогда найди мне любого человека, мужчину, который не боится крови и способен воспринимать простую человеческую речь. Найдешь такого? Именно мужчину, не женщину, в этом случае. Она перезванет через какое-то время. Говорит, папа. У меня только папа есть такой. Я говорю, а что за папа? Кто он? Ну, он обычный, там, на заводе работал всю жизнь. Какой-то, ну... Рабочий. Рабочий, да. Обыкновенный бытовой папа. Такой, выпивающий в меру, такой, ну, обычный телевизор смотрит. Я говорю, ну, дай мне папу. Она мне дает трубку. И я папе тупо рассказываю, как на потоке, что мы сейчас будем делать. И он, как робот, все это делает. Вот. И все нормально. Все тип-топ. Но это было такое, знаешь, я прям вообще, вот я из жизни выпал на этот момент, на эти сутки. То есть я ему просто тупо, вот, внедрял в мозг по телефону. Мы проговорили там, там, 14 часов по телефону. У меня мозги вот такие, все. Но в итоге он принял роды и без проблем. Легко все прошло. То есть даже вот такие были случаи. И не один такой случай. Но я не говорю, что это хорошо или правильно. У нас, Саша, вот, ой, извини. Вот сейчас в родовых поместьях многие рожают, и у многих умирают дети. Умирают, и у матери умирают, и у детей умирают. У матерей у нас еще не умирают, а у детей несколько погибли. Это в силу того, что люди относятся халатно. То есть халатность намного хуже, чем... То есть это очень тонкий процесс. Если женщина некомпетентна рожать, знаешь, не можешь срать, не мучай жену. Это жестко, но это вот по существу. Это к тем матерям, которые, будучи изнасилованными, не имея компетенции, из каких-то измышленных своих этих самых, ну, это приводит вот к такому преступлению. То есть это чисто вина матери. Чисто. А как вы относитесь к суррогатному матерянству? Некоторые женщины очень хотят детей иметь, они могут тогда... Никак не отношусь. Если женщина и ребенок не дают детей, не надо ей иметь детей. Да, пусть занимается там обслуживанием. А если она опоздала с этим делом? И очень точно. Пусть идет в детский дом работать или еще куда-нибудь. То есть дает свой чистый поток служения уже сложившимся. Достаточно у нас... Точек приложения внимания. Точек приложения внимания. У нас есть несколько женщин, у которых нет детей в поместьях, но они служат соседям, помогают всячески. Если она хочет, все равно. Ну, давайте частный случай. Я готов заниматься вопросами родовспоможения, готов заниматься вопросами лечения бесплодия, выправления семей, воспитанием женщин, но это не носит такой вот лекционный характер. Тут нет единого решения. То есть это вот глаза в глаза эти вопросы я могу решать. А вот так опосреданно я не... Какое я могу, имею право, какие-то давать рецепты по, допустим, по суррогатному материнству или по лечению бесплодия, не видя конкретной ситуации. То, что какие-то общие вопросы, допустим, что касается счастья, жизненного пути, этапа взросления, общих концепций относительно родов, я могу транслировать легко, потому что это так. Я в этом уверен, я это вижу, я это знаю. А какие-то частные случаи давайте не будем разбирать. Потому что иначе мы можем просто в славоблуде уйти, да. Поговорим, как встретить свою... Да, конечно. Есть разница, которыми занимаются мужчины и женщины? Есть разница. Я считаю, это мое глубочайшее убеждение, основанное на многолетнем опыте. И не только... Не только мы вернемся к вопросу, это важно, это тема дня сегодня. Просто видите, мы все время уходим. Многолетний опыт позволяет мне утверждать, что если речь идет все-таки о родовспоможении, предпочтительнее в родах помощник мужского пола. Потому что в групповом сексе, скажем, оплодотворять женщину в два смычка, делать ей приятным, более эволюционно, нежели чем две женщины, один мужчина, удовлетворяющий одну женщину. Потому что это лесбиян тоже, понимаешь, это уже извращение. Потому что мужчина, он эволюционно предрасположен к удовлетворению женщины. А роды, это процесс продолжения оплодотворения. И вот два мужика, ну, грубо говоря, да, они, ну, предпочтительнее в родах, в постели, да, чем мужик, женщина или там две женщины, допустим. Конечно, что женщина лучше чувствует женщину. Никак она не лучше чувствует женщину. Это лесбиянство. Она через шаблоны свои говорит. Через свой не всегда успешный жизненный опыт. Никто, женщина, не чувствует женщину. Более того, женская дружба, это утопическое понятие вообще. То есть женщина по отношению к другой женщине, могут они контактировать только будучи под опекой отца или мужа. И на работе. Конечно. На работе, откуда работа берется? Женщина под параметром. Ну, вы можете меня пытаться убедить в том, что женщина акуша, это нормально, а я вам говорю, что это лесбиянство. Вот мой ответ вам. Групповой секс, если уже речь идет о групповом сексе, то мужчина лишний, он более эволюционен, чем женщина. Женщина в родах это извращение. Ну, к сожалению, мы окружены сейчас извращением. Мы все много лет занимаемся проституцией, да? Будучи полностью изначально, имея все, тем не менее, занимаемся проституцией. Это ли не извращение. Поэтому присутствие акушерки на родах, это не самое страшное извращение. Как есть книга Светлана Бонда? Хорошая книга, я ее рекомендую роженикам. Еще я рекомендую роженикам, мужчинам, не женщинам, мужчинам, Светлану Бондарь и какой-нибудь древний справочник, пособие для акушеров, пособие для акушеров и фельдшеров. Не для врачей, повторяю, а для акушеров и фельдшеров. То есть как можно более старый, желательно довоенный, где карандашом, схематичный механизм родов и все прочее. До революционные? До революционные, не знаю, не видел никогда. До военные, очень толковые. Среди акушеров... Ты нашел такую книгу, Саша? Я видел такую книгу. Видел. Сразу просматриваем. У вас тут была лекция, такая называется, «Жизнь без секса». Не является ли это лекцией с гостью, брошенной обездоленным мужчинам или женщинам, которые уже лишены способности там? Не является ли тот факт, что слишком много сейчас говорится о сексе, о малодуховном, очень много придаёт значение всему животному, вот спорту, спортивным занятиям, всё. А искусство, вот поэзия, всё отодвигается назад. Почему так любят эти битлокс? Я их не люблю. Они только возбуждают вот эти плотские, низкие чувства. А всё у нас вышло и уходит. Вот я помню, в советское время, как мы любили оперы, симфоническую музыку, книги читать. Какие были очереди в библиотеках. Да, это может быть момент зачатия. Но... А для чего ещё, кроме того, для зачатия? Сейчас я мысль хочу закончить. То есть... Смотрите, я сегодня это уже дважды говорю, может быть, ещё раз скажу. Могут быть длительные периоды без отношений. Там, по полгода, по году, да? Но бывают моменты, когда там может это быть каждый день по пять раз. Кто это регулирует? В самом деле, кто это регулирует? Как? И двоих желаний, следуют они им или нет? Кто желание дает? Вот это вопрос. Я сейчас этот вопрос оставлю без ответа. Каждый из вас может это подумать сам. То есть, однозначно предохраняться, это очень большой грех и косяк. Предохраняться. Не хочешь зачинать, не занимайся любовью. Правильно я вас понимаю? То есть, если зачатие произошло, то, в принципе, до родов и желание, так сказать, завести новых детей, заниматься там... Во время беременности заниматься любовью можно или нельзя? Можно. А для чего? Дело сделано. Я понимаю, что нужно. Для подготовки к родам. Для подготовки к родам в определённый период у женщины обуревает очень мощное сексуальное желание и нужно идти навстречу этому желанию и заниматься любовью со своей женщиной. Особенно в предродовой период это очень полезно. И мало того, что в семени помимо сперматозоидов содержится ещё очень много чего там в этом бульоне. То есть, гормональные там всякие присадки и прочее, и прочее. То есть, если хочется, то можно. Даже перед родами? Особенно перед родами. Особенно перед родами. То есть, это очень полезно как практик, я вам утверждаю. Но многим этого не хочется. То есть, это настолько уникальные вещи, настолько интимные, что каждый внутри своего вот этого кластера... Вот у меня пятеро детей, и с каждым ребёнком было по-разному всё. То есть, по-разному. Значит, в этом ещё кто-то там участвует. Хотя мы всех детей более или менее осознанно начинали. То есть, мы с женой никогда не предохранились. Вообще ни разу. И вот, тем не менее, у нас там, ну, по определённому плану божественному это всё происходит. А разница между... Ну, в среднем около двух лет. Саша, а вот мы пять дней слушали Романовых о лечисном планировании снии. Тогда что это ты отрицаешь? Я ничего не отрицаю. Вот я уже пятый раз или десятый говорю о том, что нет противоречий. Нету, нету, нету. Мы сейчас живём на развалинах в постапокалиптическом периоде. Мы остатки... Разрухи. Разрухи, да. И сейчас каждый выплывает как угодно, да? То есть, они находятся на моменте, на этапе своего созревания, своей зрелости. Я их очень уважаю. Очень уважаю. Всё, тип-топ. Мы друг друга слышим. Они были у меня на проповеди относительно беременности. Это их путь. А там это не прощается никогда. Ты не чувствуете, где я поделал? Ну, ничего с этим нельзя поделать. Это хуже убийства. Убийство честнее, чем аборт и чем предохранение. то есть, в Анастасии есть вот эта формулировка. Она немножко, я не знаю, приведена с точки зрения мегре, что вот это дух, вот эти неоплаченные душности. это такая визуализация не совсем с моей точки зрения отвечающая сути. Но может быть, он нагнал красок там, чтобы пострашнее было, как с телегонией, допустим. Для ума, да, для визуализации. Не совсем так. Но предохранение это очень серьезный, ну, давайте там на православный грех такой, да? Вам любой продвинутый человек духовно скажет, что предохранение секса это грех. Не хочешь детей, не занимайся сексом. Все. Хочешь удовлетворения без детей, займись анонизмом, манструбацией, там, всякие есть другие способы взаимоотношений без соития. Да в колго бей. Бей в колокол. Более того, я не знаю, может это разрядит обстановку, мы слишком серьезно. Анонизм это эволюционное явление. Анонизмом занимаются почти все виды млекопитающих. Медведи, волки, собаки, обезьяны. Еще очень многие существа там лемуры, да. Ну, котов видел только таких, которые там сношают подушки, диваны, игрушек, да. Это не в чистом виде анонизм, это такой фетишизм такой, да. Но тем не менее это более эволюционно, чем беспорядочная половая жизнь. Более безопасно, более эволюционно для мужчины на определенном этапе созревания, когда он не готов женщину брать как жену. Это нормально, я считаю, и волосатые ладошки от этого не получаются. Все мы знаем эти мифы, да, что вот там у тебя там потом будет то и все, и там, молодой волосат еще, отлично. Саша, можно отлично вопрос? Да. Потому что я провожу эти занятия, я люблю себя. То было, наверное, занятие, что я акцент делаю, больше всего говорю о любви. Вот я влюбился без ума в подростковом возрасте, сколько бы девушки меня ни пытались соблазнить, я не поддавался так вежливо, деликатно, так это, потому что я ту девушку люблю, а эту девушку не хочу, у меня это отвращение. И я вот такой счастливчик, который в подростковом возрасте не получил сексуального опыта. Молодец. Вот я в этом, что любовь спасает, когда любим, влюбляемся и без ума. Сердце бьется так, когда кончился, что весь класс слышит, я только о любимой думаю, вот я вот так вот любился, и это спасает от дурного. Еще лучше спасает от дурного дело какое-то у мужчины, когда есть, когда он хочет стать чемпионом мира или там лучшим в своей отрасли, в специальности, ему некогда право обдумать. Я на себе это ощутил, я в молодости занимался автоспортом. Но мне так не посчастливилось, как радио, мой список послужной был просто жутким. И в порядке анекдота могу рассказать. Я был один раз в федеральном розыске и начитался, мне принесли Карлса Кастанеду, я его проглотил все тамы, все 9. И там есть техника перепросмотра такая. И там надо закрываться в шкафу или в каком-то замкнутом объеме и заниматься с сбором энергии из прошлых там. Ну, такая фишка, короче. И чтобы это делать системно, надо взять тетрадку и выписать всех людей, которых ты так или иначе помнишь по мере убывания значимости. И начинать надо именно с сексуального опыта. То есть, поскольку это самый яркий опыт для мужчины, самый эмоционально значимый и самый большой расход энергии на это идет. Ну и потом работа, бизнес, хулиганство и так далее. Я этим на полном серьезе занимался несколько месяцев перепросмотром, собиранием этой энергии. В итоге понял, что это чушня, по большому счету. Но фишка в том, что когда я из этих скитаний своих вернулся, эта тетрадка куда-то затерялась. И значит, потом, через какое-то количество времени ее находит жена. А там помечено все значками недвусмысленными. И она же в этом списке. И короче, вот у меня дар красноречия такой прям конкретный. Это было с первой женой. У нас было очень серьезное обучение. До друга мы, конечно, хвоста крутили не по-детски. Несмотря на это, мы 12 лет все-таки друг друга терпели, потом разошлись. но сам факт, что я сейчас вижу людей молодых, которые вышли на другом этапе. Им не надо было пить, курить, бандитствовать, умирать много раз, заниматься десятками каких-то отношений с малознакомыми женщинами, более знакомыми, так или иначе. И они находятся по уровню развития намного впереди меня. намного. Просто я на своем уровне, скажем так, видимо, через вот этот специфический жизненный опыт имею вот этот выход на таком уровне изложения. То есть, это мое служение сейчас. Эти простые вещи, этим простым языком говорить, как проявленный инвалид, которого просто вынудила жизнь стать вот таким монахом в миру. вынудила или умри или прими вот это служение. Третьего не дано. И вот это мое служение сейчас. Я готов там отвечать на эти вопросы круглосуточно в любое время дня и ночи. Понимаете? Умирать страшно? Мне нет, ни капельки. Я потому что умер давно уже. Я давно умер, меня в списках живых нет. А я так и понимаю, что умирать не страшно. Не страшно. Мне точно не страшно. Как это значит, нет в списках живых? Как ты так определяешь? А если не надо спрашивать, это не скромно. Нет, это не выскрашено. Нет, есть способ это определить. То есть, есть эти списки, есть эти разнарядки, есть определенные там карт-бланш. Скажем так. То есть, есть люди, которым дан еще один шанс. Вот я такой человек. Когда у меня не было шансов никаких, мне дали последний шанс, и я его стараюсь использовать. По-честному. Можно теперь отклонимся от этой темы? Можно. Немножко. Я была на двух фестивалях, и я считаю, что движение поселений родовых это достаточно мощное, движение, чтобы если правильно им руководить, если вот так построить все, чтобы оно после распада страны, великой страны, великой России, как-то сплотить славян и другие народы, конечно, способствовало сплочению всех народов. Опять такую мощную державу. Мне кажется, что это движение набирает силы. Важно руководить правильно и важно организоваться правильно. давайте об этом поговорим. Это очень интересная тема. Очень интересная тема. К счастью или к сожалению, на меня выпал концепт, который представлен в несколько раз. Опять же, когда я говорю, что выложено что-то в интернете, я это не выкладывал. Это вот так люди снимают, иногда из-под тяжка, иногда явно, и выкладывают в интернет, и там можно все это найти. Есть несколько встреч в интернете, которые по 3,5 часа примерно длятся. Называется одна встреча, самая первая экономика поселений, фестиваль восхождения 2009 год или 2010, сейчас не помню. Есть встреча в Новгороде, есть еще несколько подобных семинаров. там дана основа модели экономического экономических взаимоотношений природосообразных. Природосообразных, которые учитывают такие вещи, как частота помыслов, которые в сегодняшней экономике никак не приделаешь ни с какой стороны, которые доверие, определенная культура потребления, стандартизация внутренняя, и так далее, и так далее, и так далее. Как это работает? Каждый из нас, будь он то богатый или бедный, в любом случае на поддержание жизнедеятельности вот этого инвентаря вынужден тратить какие-то средства. Это не маленькие средства. Даже бедные люди на свое туловище тратят достаточно большие средства. И все эти средства так или иначе достаются впитываются в определенные потоки. если мы предположим, что вот какое-то количество, для чего я начал в свое время массовое проекте? Для структурирования целевой аудитории. На сегодняшний день наша в ближайшем приближении целевая аудитория несколько десятков тысяч людей в ближнем кругу, которые на определенный посыл могут определенным образом отозваться. То есть генеральная мысль запущенная она вызывает резонанс среди десятков тысяч людей. И это определенная степень людей ну как бы такая пространство людей в которых есть доверительные отношения в которых существуют скажем так общепризнанные там авторитеты и ну определенная система понятий принятая соответственно под каждую целевую группу мы можем выработать вполне четкий прям в трех уровнях приближения стандарт первый просто описательный на попсовый второе компетентный скажем так с точки зрения специалиста анализ и структура стандарт именно стандарт и третий уровень погружения это уже полностью с выкладками научное обоснование этого стандарта так вот представьте мы в своей повседневной жизни пользуемся сотнями видов товаров и услуг и если мы даже каждый вот из нас семипядий во лбу является лучшим в мире специалиста в чем-то одном или в двух или в трех видах деятельности то во всех остальных сотнях десятках он полный профан его там в любом случае обманут потому что рыночная экономика устроена таким образом что покупатель и продавец они антиподы есть структура взаимоотношений где покупатель и продавец окажутся в одном кругу имущественных взаимоотношений и будут друг другу услуги оказывать в соответствии с определенным очень жестким стандартом это можно еще так описать что через какое-то время каждый из вас может стать совладельцем группы компаний или холдинга большого который оказывает абсолютно все услуги для вашего туловища и выпускает все товары в соответствии с одобренным вами стандартом и эта структура порождена уже она описана и на сегодняшний день существуют законные абсолютно легальные способы воплощения это стартует на базе потребка операции пилотные проекты сейчас уже запускаются вот сейчас наше время и уже практически готова база информационная для системы взаимодействия вот этих комплексов вот этих кругов я это назвал я это назвал круги взаимного жизнеобеспечения это выстраданная формулировка в ней все есть это именно круг это круговая структура взаимная порука именно жизненно важных там не входят услуги развлекуха там всякие там я не знаю там маловажные туда входят только товары и услуги которые условно могут быть нужны при любой социальной среде после войны после атомной катастрофы после чего угодно после конца света людей все равно не вытроешь никак это очень живучие существа и после любого катаклизма они все равно будут одеваться обуваться носить одежду там как бы там определенного под определенные виды деятельности изготавливать орудия производства и выращивать там питание пропитание для себя правильно значит мы строить за стратегические корзину берем именно вот этот вид то есть то что будет нужно всегда и как это работает мы вот в эту потребительскую корзинку кладем все товары и услуги и приводим их к общему знаменателю то есть выводим не по условному единицу внимание мерила таким образом если этих в числителе вот в этой формуле очень много там несколько десятков или сотен позиций то колебания макаронов относительно барреля нефти никакого существенного влияния не окажут на стоимость ценность нашего внимания да которую мы общеприняли и при перепрыгивании на такую условную единицу мы выскакиваем из инфляции однозначно навсегда то есть инфляция перестает для нас иметь значение понимаете да потому что мы переходим к той изначально забытой системе взаимообмена когда вот дашь на дашь да только поскольку сейчас очень много позиций это все делается через определенную структуру взаимодействия которая отслеживает взаимоотношения с пайщиками отчет учет прием заказов выдача транспортные потоки логистика распределение налоговая отчетность юридические базы все все вот это сейчас сведено в единую платформу потреб кооперации и будет обозовано таким наверное по типу союза потребительских кооперативов России вот это сейчас уже в пилотный проект запускается готовится на осень и мы естественным образом вот в эту кластерную систему войдем то есть здесь были люди идеологи и хотели провести круглый стол по потреб кооперации но это не вызвало никакого отклика люди не понимают что такое кооперация значим почему вы гости был но я даже не знал я счастлив от того что все-таки ура света ты молодец вот я думал что не было потому что мы с костей разговаривали ничего ничего про это не рассказывал значит смотрите и вот эта система взаимодействия она сейчас есть я являюсь я являюсь в этой кластерной структуре пусконаладчиком уникальным как бы инженером который видит как это должно работать меня как бы приняли в этом качестве вот эти взрослые мужики о которых я разговаривал и я являюсь таким своеобразным тормозом тормозом процессов которые не должны происходить потому что они это со структурным бизнесным мышлением и они невольно вот эту инвалидность передают и вот в эти процессы а я как бы являюсь носителем антибизнесной структуры то есть представьте потребительский кооператив в котором вы являетесь и поставщиком и производителем и потребителем и оптимизатором и ОТК и совладельцем и еще вы видите каждый момент платя вы можете войти в эту базу и проследить из чего сложилась цена за конкретный товар или услугу конкретно пошагово сколько стоит сырье откуда его привезли то есть система взаимоучета и структуры и ценообразования в белую открытую выложена для каждого пользователя и для каждого любопытствующего для каждого для налогового полицейского для кого угодно то есть это пространство доверия и там бизнес в привычном понимании слова вы никак не сделаете потому что вы видите все полностью всю картинку от А до Я можете поверить что это можно запустить вот это вот мы сейчас запускаем то есть причем товары и услуги будут производиться в соответствии с очень жесткими стандартами качества жесточайшими а можно еще такой вопрос задать при наличии не очень сильного пока еще нашего государства правда при таком хорошем талантливом умном патриотичном ну нашим президенте Путине а вот наличие этих олигархов не патриотов по моему в большинстве случаев вот вот это препятствие конечно это не препятствие еще недовщина предповес уставным отношением ведь запад он выигрывает за счет пока выигрывает пока выигрывает запад а как нам это тоже смотрите вот эти вот эти олигархи я преклоняюсь перед этой женщиной в такие года иметь такую ясность ума это поразительно я перед вами вот прям вот вот склоняюсь в глубоком поклоне это без всяких шуток я вами восхищаюсь то есть вот вот образец для подражания понимаете то есть отвечаю на вопрос вот эти самые олигархи они сейчас заинтересованы намного больше чем мы в таких структурах намного больше потому что они осведомлены значительно лучше о естественном о фактическом положении вещей и они лучше нас понимают что все приехали что выхода они найти не могут и вот эта система уставная она пришла уставы придется переписывать как их переписывать без войны они не представляют то есть как поломать вот эту годами сложившуюся инвалидность преемственную из поколения в поколение они не понимают мы это видим и понимаем я вижу для себя это как единственный выход это породу людей вывести заново селекционировать и через себя привести другого выхода я не нашел адаптировать каким-то образом существующих гуминоидов к новым условиям не получается грубо говоря инвалидов ну да мы можем в какой-то мере себя подправлять в какой-то мере лишь но я думаю что травмы настолько глубокие у нас рубцы от вот этих вот ключев останутся что ну не факт что у нас получится это надо четко себе осознавать но это не должно быть препятствием на пути что через нас придет новое человечество нас сменит разделять например стариков и детей смешно так разделили уже ну мы не разделяем у нас первейшее после того как кто разделил государство разделило хочу с вами поделиться еще одним проектом интереснейшим мы вот Света не даст соврать я энное количество лет занимался в Москве клубами семейными в том числе клубом чистые сердца планеты анастасиевским чисто анастасиевского плана ну и другими клубами тоже взаимоотношениями со славянскими сообществами с ведическими и так далее и я увидел насколько острая эта проблема в городах пожилые люди имеют недвижимость им эта недвижимость уже вообще она их тяготит они не могут хватить парплату элементарную но каким-то образом отчуждать от себя эту недвижимость они боятся они боятся стать жертвами обманщиков мошенников но они вхожи вхожи в клубы где они видят и взаимодействуют напрямую с молодой порослью допустим это кришнаиты или допустим это анастасиевцы или славяне и вот эта бабушка ходя на вот эти собрания она видит вот этих чудных молодых пареньков и вот тут взаимо представьте есть структура которой вот эти бабушки вот эти юноши доверяют составляется некий момент соглашения который гарантируется в том числе и деньгами бабушка переезжает в пансион на возрождение допустим на полный пансион то есть там у нее комнатушечка кроватка чистенькая столик шкафчик кнопка вызова медперсонала потом выход в полисадничек свой балкончик полисадничек и она живет рядом с 20-30-40-50 такими же пожилыми людьми и она себя не чувствует доживающей потому что она своим близким единоверцем единомышленником анастасиевцем кришнаитом виссарионовцем предоставляет свое жилье они перестают снимать там у кого-то снимают у нее по договору эти средства зачисляются на счет и она за счет этих средств живет и ни в чем себе не отказывает там массаж траволечение культурная программа барды фестивали там все и она чувствует себя не обузой на плечах вот допустим моих а она чувствует спонсором моим потому что я ей предоставляю все товары и услуги условно олеся уже тебя стучит сейчас все товары и услуги а вот еще сейчас секунду я и вот представьте вот эта бабуля будущий когда ее подлечат подправят она передумает помирать и она еще достанет из чулка и будет еще вкладывать инвестировать в это и тут же да и она еще будет себя чувствовать она приложит свой опыт умения знания и следующий этап мы рядом с этим пансионом ставим подобный корпус для детей которые которым мы не подменяем родителей а мы идем и говорим по честному хочешь с нуля начать мы тебе не говорим что ты мы тебе дадим маму или папу потому что ты сирота но ты должен быть счастлив от того что ты сирота большинству домашних детей и хотите верьте хотите нет я это много лет мы выступали в детских домах во всяких интернатах я говорил ребята вас принято считать обделенными но вы не представляете как вам повезло у ваших учителей и воспитателей нет столько внимания чтобы вас поломать и чтобы вам привить свое представление некогда потому что для домашних детей самое большое препятствие это их родители мнение родителей и преодолеть это сопротивление не каждому а вы свободны кто-то из вас захочет стать профессиональным алкоголиком и обязательно станет и будет валяться под забором но кто-то захочет стать академиком президентом бизнесменом и вам никто не может помешать на этом пути вот завтра за вами эти двери захлопнутся и вы выйдете в мир и делаете что хотите и вам никто не указ это огромная огромная благодать и для таких людей молодых мы предложим вариант вот такого сообщества где они могут прийти получить как бы шанс но на очень жестких условиях выпил до свидания закурил до свидания то есть ну и так далее да но они будут взаимодействовать с этими бабушками с нами инвалидами с нашими детьми более там разумными просветленными иметь возможность работать иметь возможность учиться и так далее и так далее представьте какой красивый образ вот и мы это реализуем обязательно по мере определенного созревания вот как бизнес это очень эффективно потому что весь юг живет за счет того что сдает две доски и матрас три месяца в году мы сможем сдавать эти доски и матрас круглый год плюс еще кормить поить массажи делать остро да да то есть грубо говоря там и это несколько десятков бабушки даст какой финансовый поток который мало с чем сравнится это будет устойчивый финансовый поток самое интересное бабушка и дедушка избавятся от стереотипов так они начнут завтра они увидят новый они передумают помирать у них все болячки пройдут и все они будут там к нам на возрождение приносят на простынях людей и они через две-три недели скочат как козы молодые одна тетенька которую просто принесли меня чуть не выгнала там потом то есть на такой энтузиазм у нее родился но у него было свое представление и мне пришлось выгонять потом потому что она меня чуть не свергла без шуток без всяких представляете какая-то мощная женщина оказалась мы потом подружились все нормально но вот без всяких шуток мне пришлось бабку выгонять вот прям выгонять бабушка кто-то останется только один из нас здесь то есть либо я либо ты вот у меня вопрос что я делаю Саша про школу скажи вот как если детей не водишь а тебя родительских прав не лишают как от системы никак не лишают что может их лишать нет а как от системы того что от трудности никак от системы система хорошая когда вы перестанете с системой бороться она начнет вам помогать да и вот еще главное родители правда калечат своими детей и сами они тоже калечатся от интернетов от телевизора и детей вовлекают в это действие а это очень плохо я вот страдаю когда вижу вот я занимаюсь английским там французским и жалко их видеть когда они играют в эти игры ну по интернету они вместо того чтобы бегать мы раньше бегали на улице дети при советской власти не было ни телевизора ничего и мы резвились вовсю а дети сидят бедные сгорбившиеся у них там даже какие-то атланты повреждаются так давайте подведем как бы круг сегодняшний мы начали начали с паразитов и с зависимостей и периодически мы очертили полный круг уже через родовспоможение и все время выходим на вот эти вот ключи и зависимости смотрите дедушка Ленин в своих трудах вывел гениальный совершенно слово сочетание гениальное прежде чем окончательно объединиться нужно решительно размежеваться поэтому нужно решительно определить для себя очень смотреть что эволюционно и природосообразно в вашем понимании в вашей структуре а что привнесено есть исключительно редкие случаи да когда вот допустим как с дрожжами или как там с мнением окружающих или там то есть да когда стоит себе внутреннюю культуру каким-то образом для начала привить для того чтобы вот кластер кластерную структуру потребления организовать нам придется людей заново обучать потребление что такое сметана на попробуй вот сметана не то говно которое ты ешь а вот сметана вот масло вот это вот там то научить человека вызвать у него правильную рецепторику воспитать но для этого есть совершенно уже четкие сложившиеся уже мы видим эти болячки эти одержания и прочее прочее которые мы рекомендуем из себя просто выдрать с мясом пусть болит пусть льется кровь пусть зарастает этот рубец это дрожжи это мнение окружающих это зависимость от интернета это зависимость от телевизора ее надо из себя по капле зависимость от режима зависимость от правил питания лучше жрать всякую хрень все что ну на протяжении определенного количества и через прямое проживание этих отравлений вывести свой рацион то есть грубо говоря это да это определенная форма аскез но конечно через это вот мне допустим пришлось через это пройти я до сих пор через эту прохожу я не так давно там вот здесь на фестивале отравился одной фигней мне было очень плохо но я ее хотел съесть второй раз уже не захочу вот прям вот это было несколько дней назад захотел думаю а была не была взял съел и траванулся саша я учат приехала в Москву квартиру свою взяла воду там болотом пахнет да вообще у меня вот сейчас обоцинка сухи забыл болот как и по мере и по мере того как вы начнете свой свой вот этот систему восприятия раскрывать очищать она будет становиться все более рецепторной но какие-то вещи допустим с дрожжами я рекомендую жестко прям с этого дня перестать пить кефир пиво квас кушать все виды дрожжевых перед тем как что-то купить внимательно почитайте есть ли там дрожжи и даже иногда не пишут а все равно кладут кефир чисто дрожжевая культура причем очень активная и в нескольких странах в том числе в Украине кефир был запрещен законодательно для употребления детьми младшего определенного возраста чуть ли не до 16 лет законодательно запрещен как пиво кефирные грибки так называемые вот они очень агрессивны по отношению к человеческому организму очень они вызывают жесткую зависимость вот я сам был кефирозависимым человеком знаю что это такое вот все что сейчас в Украине это из-за кефира возможно отчасти возможно отчасти из-за кефира потому что люди под грибами ходят понимаете без всяких шуток то есть люди настолько затуманенным сознанием и вот это алкогольное вахханалие это тот же результат культа грибов потому что когда мы употребляем алкоголь мы все эти процессы запускаем естественно микрофлора гибнет я вас я вас могу еще больше напугать это вообще не распространенная совершенно информация у людей сто лет назад двести триста лет назад то есть совсем недавно это началось с Петра вот это вот в России да в лимфе жили симбиотические микроорганизмы они очень эффективно боролись что какую функцию лимфа выполняет знаете очищение одна из функций очищения они перерабатывали поедали продукты жизнедеятельности клеток и так далее поедали перерабатывали водообоваримый вид после того как лимфа стала стерильной сейчас почти у всех людей от рождения уже лимфа стерильная лимфа представляете стерильная полностью там нет микроорганизмов откуда им взяться эти микроорганизмы если они ну переходили из тела в тело ну переходили переползали сейчас это очень большая проблема у нас лимфатическая система не занимается своим делом есть способ от этого спасения но он очень такой видом специфический то есть надо на червячка берешь и муха все нормально нет закапывать их через глаза через уши через слизистые чтобы они в лимфу попадали то есть они есть у других видов живых существ есть допустим у бобров у других видов там и есть но это надо очень серьезно изучить и последствия могут быть разные то есть не надо это так вот на веру воспринимать я допустим себе закапывал и себе и своим детям и вижу разницу реально почему ты говоришь даже кровь нестерильна почему лимфа ты решил что она стерильна лимфа ну почитай поизучай этот вопрос там определенные виды вот эти микроорганизмы очень ранимы они не могут выдерживать алкоголь и антибиотики а сейчас антибиотики присутствуют почти во всех продуктах я не знаю штамп изучи этот вопрос это открытые данные поизучай симбиотические микроорганизмы лимфы то есть это открытые данные но это не раскрученная фишка в любом случае сейчас нестерильна почему ты говоришь что она стерильна она стерильна от симбиотиков даже моча стерильна понимаешь для моча тоже нестерильна но все нестерильна короче давай давай этот не будем спорить сейчас об этом давай примем на веру то что симбиотических организмов в твоей лимфе нет они они вытравлены с помощью алкоголя пенициллина и его прочих производствах сейчас практически во всех видах питания особенно животного в рыбе в мясе сплошь антибиотики и во многих видах живой пищи якобы живой морковки там и прочих гидропоники то есть вы просто я вас призываю не верите мне на слово я до каких-то вещей додумкался додумкал сам увидел это в образе а уже потом начал это искать и познакомился с этими учеными с этими там ну то есть это братва такая братва которая занимается поиском выхода который пробует изготавливать вот эти снадобья там их продавать невозможно потому что это никто не одобрит там выжимки из бобровой железы какие-то там закапывались да желчь там всякую да вот это это же кто это шаманизм чистый вообще да то есть не верьте мне не надо это делать изучите изучите и если вы посчитаете нужным примите участие в этом эксперименте и увидите разницу перестаньте есть дрожжи и вы увидите разницу через три года уже через три года я вам обещаю вы меня придете будете благодарить хором таких людей уже тысячи которым которым я это просто вот внедрял впихивал мы у себя на возрождении запретили вообще проносить на территории дрожжевые продукты я выкидываю вот так со стола не разрешаю а грибы? грибы я ем гриб в тебе не начинает грибниц устроить ешь на здоровье морковка в тебе не начинает морковку выращивать а плесень допустим некоторые виды плесени начинают в нас жить и плодиться очень активно и можно умереть вдохнув один раз зайдя в подвал какой-нибудь умереть через несколько месяцев от страшнейших мучений александр а если для конкретной особи кефир и дрожжевой хлеб все-таки вызывает ощущение так сказать желание аппетита слюноотделения кушать это или нет если возвращаться к практической стороне вопроса к практической стороне вопроса я рекомендую через эту боль через этот аскезу жестко пройти снять себя с этого крючка с алкогольной зависимости и хотите с вами поделюсь наблюдением через три года после жесткого отказа от дрожжевых культур человеческий организм утрачивает способность проглотить алкоголь рвотный рефлекс не позволяет никакого забродившую ягодку забродившую ягодку вы не сможете проглотить не сможете вас вывернет тут же никакой алкоголь невозможно проглотить я понимаю что он говорит я уже могу заметить алкоголь ну впрочем как и дрожжи ну вы лучше меня расскажете почему получается тогда и крахмала не надо употреблять я это у себя обнаружил как жесткую зависимость стал от нее лечиться избавляться и только после того как я от нее избавился через почти там пять лет обнаружив в себе новые качества что я не могу забродившую ягодку шиповника съесть чтобы меня выворачивать я стал искать почему это и нашел что оказывается такие люди как Жанна Бечевская там как Жданов как еще многие другие люди они давно это знают и несут в массы сахар это вообще такая жопа конкретная извините варенье да варенье другое немножко имеет уже там вот этот самый состав до Петровской время люди употребляли сметану сметана ведь тоже содержит такие смотрите это две большие разницы микроорганизмы молочные и микроорганизмы дрожжевые это это разные виды вообще то есть в результате вот вы если сметану оставите она не будет как кефир алкогольный не на каком этапе она потом заплесневеет и там начнет плесень ну знаете да но она спиртовой не станет сметану или станет значит сметану молочную получается молочная кислота является именитарной вообще если говорите молочных продуктов проще всего от них отказаться лучше отказаться я с вами солидарен я с вами согласен что от молочных продуктов лучше отказаться но на определенном уровне созревания когда вы крючее явно из себя выдрали чтобы наработать в себе систему устойчивого отказа устойчиво осознанного грубо говоря культуры питания именно культуры нельзя в себе эти вот свои хотюнчики понимаете нельзя задавливать то есть есть вещи на которые наложить жесткое табу а есть вещи которые необходимо себе позволять на определенном этапе смотрите тут нет нет противоречия я же не даю вам готовых рецептов то есть я для себя принял очень жестко что я не ем ничего что во мне начнет я не ем явные там продукты ГМО явные то есть если я точно знаю что это я не ем шоколадки там всякие химические там конфетки химические прочее то что для меня явно хотя они мне могут вкусно пахнуть условно но в то же время если я захотел там ну не знаю какой-нибудь кекс я сегодня скушал два кекса хотя я понимаю что это с изюмом с изюмом сплошная кгния то есть почти все дрожжами нет кекс без дрожжей ну может кекс без дрожжей но надо внимательно сказать там даже пахлава с дрожжами пахлава с дрожжами а я не читала я нюхаю обычно у меня дрожжи воняют тоже то есть у меня настолько нюх обострился что я дрожжи чувствую в микродозе я вас конечно не гоню воспользуюсь паузой но все-таки уже 8 часть может быть тут уже свободно как-то общаться и люди могут так мы свободно общаемся да ну и так-то вот вы будете закрутить то есть смотрите я от вас никуда не деваюсь у нас завтра посиделки да если кто-то кто-то имеет желание мне не сложно то есть то есть грубо говоря да у нас еще все а вот смотрите сейчас новая теория особенно голубков это пропагандирует соль полезна очень да и потом он рекомендует вот все овощи обязательно чтобы они были соленые в таком виде употреблять я вам не могу сказать об употреблении соли я этот вопрос пока еще для себя мы в семье солью пользуемся но только морской ни в коем случае не каменный и и сейчас и что касается соли пока у нас этот дрифинг не закончился да я рекомендую в последние месяцы беременности жестко воздержаться от соли в остальные периоды я не могу таких рекомендаций давать а вот сало сало это это святое да сало это святое да это 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 там нет не содержится вредных токсинов это как бы склад кладовочка в организме и по-моему сало оно полезное я не пробовал есть сало давно украинский человек что поделит украинское сало но вот во время беременности любого когда у нас была в животе моей жене вдруг резко захотелось именно сало и мы попросили нам передали с деревни сало и она там съела несколько кусочков и с тех больше не хотела а еще вот сейчас но это был такой момент есть питание диета по группам крови и она совпадает вот аюверда делится вата карфан и пита а пита соответствует первой группе крови теперь вата соответствует четвертой и видимо третьей группе крови а пита второй группе крови и что интересно что в древней медицине это диета совпадает с теми новыми теориями которые пришли к нам с запада вот именно совпадает очень очень вот вот это интересно я так жители посылал семьи после 7 часов другая встреча назначена вот что я вспомнила ну есть люди которые на эту встречу пришли ну они пришли мы готовы выступить да так что мы готовы выступить ну в комнате напротив в принципе свободно давайте перерыв сделаем лучше народу но если это тиск хорошая жирная точка вы за сало ну да вы за сало только 어지ем лоб 2 3 6 7 7 8 т 20